Поведенческие факторы в том, что они не могли раньше. Вот Яндекс говорил, что они в принципе отказались от ссылочных факторов, хотя, конечно, в каком-то виде они их используют. Почему? Потому что их довольно легко накручивать, а это означает, что их качество довольно сильно снижается. Вот поведенческие факторы в отличие от ссылочных факторов это фактически самые главные факторы в ранжировании. Проблема только в том, что они есть не у всех документов, поэтому они не могут стать важнее текстовых факторов. Но в общем случае бывает так, что даже текста в документе мало или текстовые факторы плохие, а поведенческие очень хорошие. Условно говоря, та же страница в VK.com главная, она по многим запросам является первым. Первая не потому, что там хорошо текст совпадает с запросом, а ровно потому, что по поведению эта страница оказывается самой релевантной. Окей. Значит, сегодня поговорим про эти поведенческие факторы. Чтобы понимать, где мы вообще можем узнать о поведении пользователя. Вот откуда мы можем это узнать. Мы будем рассматривать следующие источники. Это логи, в первую очередь, логи фронтендов. То есть, собственно, непосредственно пользователь видит нашу выдачу, он как-то с ней взаимодействует, мы все это логируем, а дальше мы можем это дело обрабатывать. Логи фронтендов обычно делятся на три таких лога. Это лог, собственно, запроса. Человек задал запрос. И дальше там записано, что за запрос, кто его задал, там, в какое время, и разные характеристики этого запроса, которые там мы в системе найдем. Логи показов — это то, что мы ему, собственно, показали за выдачу. Какие там урлы там, не знаю, подмесы, все что угодно. Вот выдача, которую мы ему показали. И дальше логи кликов. То есть, как пользователь, в принципе, с этой выдачей взаимодействовал. Он может ничего не сделать с выдачей. Это тоже, в общем-то, некоторый сигнал. Почему-то пользователь взял запрос, и ничего, никуда не кликнул. Ему ничего не понравилось, может быть. Он может куда-то кликнуть на один документ, может кликнуть на все десять документов. В зависимости от того, что он там делает, мы можем сделать разный вывод о том, насколько хороша в целом выдача, и насколько хорош конкретно каждый документ в этой выдаче. Понятно, да? Отдельные логи — это логи так называемых счетчиков. Логи счетчиков. Что такое счетчики? Вот я когда-то вам говорил про Live Internet, например, про TopMeg.ru. Это такие сервисы. Вы можете поставить на свой сайт, на каждую страницу своего сайта некоторый код этих счетчиков, и вы будете знать, сколько пользователей к вам на сайт заходят, из каких они регионов, там, какого они возраста, в конце концов. То есть, все вот эту вот статистику о том, насколько посещаемый ваш сайт. Естественно, когда человек заходит на вашу страницу, данные отправляются, какие-то данные отправляются, собственно, в эти сервисы, в эти сервисы счетчиков, да? Естественно, эти сервисы фактически логируют, могут логировать то, что некоторый пользователь пришел на этот сайт, да? Вот эти вот логи очень хорошо и удобно использовать для того, чтобы понимать вообще, как пользователи ходят по интернету. Как вообще пользователи ходят по интернету. У нас есть счетчик topmail.ru, если вы знаете. Соответственно, вот его логи можно хорошо использовать, чтобы понимать, где пользователи находятся на интернете. Вот как он ходил. Причем сохраняясь не только на какую страницу он перешел, а еще обычно реферер. То есть с какой страницы он перешел на данную страницу. Ну, в таком виде у нас постоянно имеется информация какой-то пользователь. Пользователь — это просто идентификатор, некоторая кука, да? Где он ходил по интернету. Соответственно, дальше мы посмотрим, как этот, в частности, тоже можно использовать для того, чтобы какие-то поведенческие факторы создавать. Где вообще применяются поведенческие факторы в поиске? В первую очередь они применяются в ранжировании. Это я вам уже сказал, да? Вот для того, чтобы отранжировать документы. У документа есть множество факторов. Часть из них — это про поведение. Какие конкретно факторы, дальше поговорим. Вот часть из них — поведенческие. Они довольно сильные, если они есть у документа. Соответственно, для обеспечения именно качества вебовского поиска поведенческие факторы очень важны. Дальше можно их использовать для борьбы со спамом. Как раз для того, чтобы понимать, где конкретно, на каких конкретных страницах пользователь бывает и как он себя на них ведет. Если за спам страницы, как правило, он там долго не остается. Спам страницы создается для того, чтобы пользователя куда привлечь, ну, как бы налить много трафика. Для пользователя, как правило, эти страницы бесполезны. Выглядит страшно, там ничего полезного нет. Или просто отдорвей, когда он приходит на страницу, его отправляют просто на другую страницу. Далее, когда мы с вами говорили про спалчекер, мы там с вами говорили о том, что мы делаем модель языка, модель ошибок. Все это делается по статистике, да, по статистике того, какие запросы задаются. Вот вам, пожалуйста, задаются запросы. Человек как-то там ведет себя на выдачу, вы все это дело собираете, используете это дело для создания словарей, языковых моделей и так далее. Ну и, собственно, в принципе, для исправления печаток, да, там не только это используется, можно использовать там то, что пользователь отказался от исправления запроса, то, что он там согласился с предложенным исправлением, да, это тоже все можно собирать, это тоже все можно использовать. Переформировки запросов — это прям напрямую обработка статистики поисковых запросов, да, мы смотрим, какие запросы шли подряд, мы это дело запоминаем, потом предлагаем в качестве переформировки. Если язык будет другой, если люди будут другие, если запросы будут другие, то переформировки будут другие. То есть это не какая-то статическая вещь, которую мы как-то высчитываем специфично чисто для языка. Это вот специфично для поведения пользователя. Сейчас пользователи переформируют запрос таким образом, потом они могут переформировать запрос другим образом, поэтому это чисто вот статистическая вещь. Поисковые подсказки, естественно, это прям чистая статистика, потому что мы запоминаем, какие частотные запросы у нас в поиске есть, потом фактически выводим. В общем, мораль следующая. Статистика поведения пользователя, то есть фидбэк от пользователя, то есть все поведенческие данные важны практически для всех частей поиска. Используется, в общем-то, практически во всех частях поиска. Более того, играет там значимую роль. Понятно, да? Теперь, собственно, переходим. Мы сейчас будем рассматривать фактически всегда только первый пункт. Все остальное мы… Вот эти вещи мы с вами уже, в принципе, рассматривали. Спам вам должны были рассказывать. Поэтому у нас самая главная центральная вещь – это, собственно, вычисление релевантности. То есть как мы используем поведенческие факторы именно для определения релевантности документа. Прежде чем перейдем, мы с вами подумаем о том, какое у нас в общем поведение пользователя бывает. Как правило, он видит выдачу, и он может как-то кликать на документы. Соответственно, чтобы понять, какой документ более релевантный, какой документ менее релевантный, нам нужно ответить на главный вопрос. Как интерпретировать клик? Совершает человек клик по какому-то документу. Что это означает? Верно? Вот есть вся выдача. Видите, запросы. Сверху МГУ. Есть такая выдача. Человек кликнул вот сюда. Что это означает? Какие вы можете сделать выводы отсюда? Вот этот документ хороший? Вот этот вот. Раз на него кликнули. Она же лучше первого. Отлично. Он лучше первого. Это хороший вывод. А лучше третьего? А почему не так? Хорошо. А первый лучше третьего? Хорошо, да. На самом деле, то, какие мы выводы делаем, зависит от модели поведения пользователя. И главное, кстати, что по одному вот этому вот клику, опять же, сделать какой-то вывод глобально тоже нельзя. Потому что у вас есть только один пользователь, у него есть некоторое, там, может, какое-то желание, там, вот ему почему-то понравилось, вот такое субъективное получается, да. Все-таки для того, чтобы мы сделали какие-то выводы, у нас должна быть некоторая статистика, например. Поэтому, ну да, как я сказал, нужна модель поведения пользователя, чтобы вы как-то понимали, как вообще себя пользователи ведут на выдаче. И еще введем такое понятие, как поисковая сессия. Просто для того, чтобы понимать, как это устроено, как это можно обсчитывать. Вот поисковая сессия — это будет, собственно, запрос со всеми его свойствами. Вот текст запроса, его свойства. Это будет, собственно, выдача по запросу, то есть те документы, которые мы видим по этому запросу. Это будут все клики пользователя. То есть все, что делает пользователь на этой выдаче. Примеры я вам привел прямо вот из нашей системы. Одна сессия — это некоторый набор урлов по вот этому запросу. Собственно, запрос есть. Некоторый набор урлов, видите, по запросу NGUI. Здесь есть подмесы. Подмесы вот просто называются подмес карты, подмес картинок. Здесь есть урлы. Здесь есть клики. Пользователи кликнут только на первый документ. Есть дальше идентичкатор пользователя, время, когда задали этот запрос. И через сколько он кликнул, собственно. Через 4 секунды он кликнул на эту выдачу. То есть вот это вот некоторая одна сессия. Вот одна сессия. Человек задал запрос, увидел выдачу, куда-то кликнул. Это залагировали. Одна такая единица. Когда сессия наканчивается? Все, один запрос. Один запрос, это одна сессия. Ну, такой термин. Это второй запрос, вторая сессия. Ну, смысл, вторая страница. Вторая страница, другой запрос, все что угодно, что приводит к запросу к другой выдаче, это другая сессия. Это не то, что какое-то определение жесткое, это просто такой термин, который будем придерживаться. Один запрос с его выдачей, с кликами, это некая сессия. То есть человек там делает какие-то клики, какие-то действия делает. Вот как только он начал другой какой-то запрос ввел, это уже другая сессия. Там другая выдача, там другие клики. Это вторая сессия. А если он другой самый, то есть он другой сессия? Другая сессия, да. Если он просто нажал там еще раз ищет то же самое, это та формальная другая сессия, да. Мы работаем, вот обсчитывать будем вот такие единицы. Единицы — это сессия, да. Вот у нас есть сессия от человека, запрос, выдача, клики. Для того, чтобы, собственно, получить некоторую разумную статистику, мы должны взять множество этих сессий по запросу, с помощью некоторой модели поведения пользователя посчитать, обсчитать вот эти вот сессии, и таким образом получаем некоторую полезную для нас статистику. Что самое элементарное мы можем посчитать? Вот я тут привел три величины. Show, clicks и sessions. Show — это сколько раз конкретный документ мы показали. Элементарная статистика, да. Мы вот здесь вот даже по одному запросу у нас выдача может быть разная. Это не значит, что у нас вот здесь вот вся выдача будет одинаковая, только разные пользователи по разному клику. Выдача тоже может быть разная. Она может быть разная, потому что это в разное время, во-первых, запросы совершены, да. Мы выкатили новый индекс, у вас новая выдача. Во-вторых, это может быть из разного региона. В разных регионах выдача может отличаться. В разных странах тем более она отличается, да. На Украине там одна выдача, там UA сайты, в Казахстане там сайты KZ, в России там другая выдача. По регионам тоже может отличаться. Кроме того, в выдаче могут быть документы, так называемые быстро-бластные, но всякие новостные документы, которые вот сейчас появились, только что свежие. Они могут попасть в выдачу. Они постоянно меняются. Новости постоянно меняются, да, какие-то вот ролики там в YouTube, которые новые появились. Короче говоря, выдача — это такая живая, живой механизм. Выдача постоянно меняется. Поэтому конкретный данный URL, конкретный данный документ, он далеко не во всех выдачах может быть. Поэтому всего сессии, которые мы обрабатываем, это вот sessions, сколько сессий по запросу было. Данный конкретный документ имеет некоторое количество шоу, это сколько раз он в выдаче встречался. Ну и, собственно, документы могут кликать, да. Поэтому отдельно мы можем довольно легко посчитать, сколько раз на документ кликнули. Это вот как бы три таких базовых числа, которые считаются абсолютно элементарно. И здесь, в общем, никакой модели это особо не нужно. Взяли просто для каждого документа, посчитали, сколько раз мы его видели, сколько раз кликнули и сколько всего сессий у нас было. Хорошо. Теперь рассмотрим самую примитивную модель, которая, собственно, называется CTR Click-Throw-Rate, которая фактически означает, что мы будем считать релевантностью документа, равной просто его CTR. То есть фактически сколько раз на документ кликнули, деленное на сколько раз этот документ показали пользователю. В общем-то, логично, да. Казалось бы, что, ну, вполне себе логично предположить, что если мы документ показываем, чем чаще на него кликают, тем лучше документ, да. Вот это вот количество кликов, деленное на количество показов, это и есть, собственно, CTR. Слышали такое понятие, да, CTR? Может быть, CTR выдача, CTR документа. Вот сколько раз кликнули, деленное на сколько показали. Соответственно, дальше, чтобы у нас просто будут обозначения, вот эти вот R — это релевантность, D — собственно, некий документ, и это позиция, то есть релевантность документа на этой позиции, это, собственно, будет CTR вот этой позиции, это будут клики на этой позиции, зеленые на показы на этой позиции. Самая простая модель, да? Замечательно. Собственно, вопрос, может ли быть такое, что плохой документ, некий нерелевантный документ этому запросу, имеет кликов больше и CTR, собственно, выше, ну, точнее, CTR выше, чем документ хороший некий? Который можно же на спамить. А как на спамить? А, ну, специально, если он будет кликаться, просто кликать только на его мобороны. А, ну, в смысле, что просто постоянно задаете запрос и кликает туда? В принципе, можно, да. Но это отдельная история, как в поведенческой статистике избавляться от спама, потому что она, с одной стороны, важна, а с другой стороны, ее можно довольно легко накликать. Да, поэтому это отдельно. Самое простое — это там отдельно учитывать статистику для одного пользования, агрегировать ее, чтобы он, так сказать, делал там тысячу кликов, а мы учитываем, ну, грубо говоря, как один клик, некий средний. Но, естественно, есть умные, ну, там, и ботнеты, или специальные эти сайты, на которых можно закупать клики, тогда просто разные люди будут кликать, и они кликают для того, чтобы их тоже запрос, тоже кликнули много раз. Вот. С этим бороться сложнее, естественно. Но это тоже можно делать, потому что там все равно получается атипичное поведение на выдаче. Вот. Смотрите, у нас получается, что плохой документ теоретически может собрать больше кликов, да, даже если они показываются одинаковые. Да, да. Дальше мы это проверим. На самом деле, как бы такой вопрос, может или не может. Может быть, хороший всегда собирают много кликов. Ну, раз он хороший, пользователь же не дурак, он же не просто так, произвольно клик, да. Окей, дальше мы это посмотрим. Пока рассмотрим выдачу по запросу Nissan. Дальше просто мы как раз по ней будем смотреть, как у нас будет меняться статистика документов. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть некоторый официальный сайт Nissan в России, да. У нас здесь есть некоторый Cars Mail.ru. Это там описание этого Nissan. Есть дилер, два дилера, Major и Gencer. Есть еще список всех дилеров. Ну, там, в принципе, там для Украины другие еще урлы бывают. Еще есть подмес картинок там может появляться иногда. И мы сейчас дальше посмотрим, как у нас вот эти урлы, в зависимости от их поведения пользователей, меняют свою статистику. Что касается CTR. Вот у нас была простая модель. Мы считаем CTR и смотрим, насколько у нас по CTR получается каждый документ хороший. Я вам здесь привел прям реальные данные, какие они у нас там есть в системе. Вот по запросу Nissan, документ Nissan.ru 4900 раз показали, кликов 3000 он собрал. Вот за какой-то там небольшой промежуток. Соответственно, CTR у него получается 64%. Высокий CTR, это хорошо. Фактически получается, когда мы показываем, у него кликают 64% случаев. Дальше у нас есть еще такие же навигационные сайты для Украины и для Казахстана. Здесь, соответственно, Казахстан там тысячу раз показали, всего 76 кликов собрал. CTR очень низкий, 7%. Nissan UA 190 раз показали, 15 раз кликали, CTR опять же высокий, 61%. Дальше. Дилеры, Major и Gencer показали их более-менее нормально, кликов собрали мало. Здесь 32%, здесь 11% такой, средний CTR. И совсем плохо у нас с Википедией, Nissan, ну, описание фактически, да, на Википедии. Подмес картинок и список, собственно, дилеров. Вот у них у всех CTR тут 3%, 2%, 2%, 2%. Да, примерно. Вот мы получили некоторое уже знание о качестве этих роллов. В принципе, уже даже по этому числу мы можем отраншировать документы, ничего не зная об их контенте. Представьте себе, у вас нет поискового индекса. Вообще нет. Вам приходит этот запрос, а вы знаете только вот эту статистику. Вы берете просто по вот этому числу, сортируете и отдаете эту выдачу. И уже она будет далеко не плохая. Это не идеал, конечно, будет, но даже уже по этому числу сортировать просто вот по одной такой фиче, скажем так, уже выдача будет неплохая. Ну, у вас будет там на первом месте там Nissan.ru, да, там, если не считать, что вы там зачем-то покажете там UA, да, когда не нужно, ну, покажете UA, покажете там. Пользуюсь в Украине понравится там, например, да. Вот. Дальше у вас там пойдут дилеры Major и Gensher, по-моему, да, где он тут? Gensher. Ну и потом, собственно, Nissan KZ и так далее. То есть, опять же, выдача уже будет, уже будет хорошей. Что здесь, в общем-то, странного? Странно, что вот этот Nissan KZ почему-то очень плохую статистику имеет. Почему-то он собирает мало кликов, хотя, скорее всего, этот уровень показывается в Казахстане, да, и по идее он как-то должен собирать... То есть, он вот этому запросу, запросу Nissan, он-то, в общем-то, релевантен. И неплохо релевантен, да. Какой-то официальный сайт Nissan в Казахстане. Но почему-то он собирает мало кликов. Окей, давайте посмотрим, почему. Было такое исследование, которое рассматривало, на какие позиции человек смотрит, когда вообще на выдачу смотрит, и на какие позиции он кликает. В целом видно, что на первую позицию он смотрит гораздо чаще, чем на все стороны, на вторую поменьше и так далее. У нас такое уменьшение идет. Клики распределяются еще так, более круто. На первую позицию максимум кликов приходится, там 40 с копейковым процентом, на вторую 15 процентов, ну и дальше все меньше, меньше, меньше. Кто? Те, кто вообще ничего не кликал, нет, вообще ничего не кликал. Да, это... Это... Вообще ничего не кликал. Это довольно такая интересная вещь. Почему? Очень часто это оказывается роботами, либо человек там, ну там, не знаю, случайно нажал запрос, там ему вообще неинтересно стало, он даже смотреть выдачу не стал. И тяжело отличить, когда человек не стал смотреть выдачу, вот потому что ему неинтересно, либо это робот, а человеку, который реально просмотрел всю выдачу, ему ничего не понравилось. То есть опять-таки, выведенческим нельзя так? Ну, если вы специально не логируете, что пользователь прям вот сидит и смотрит, двигает мышка на этой выдаче, вот никуда ее не закрыл, вы в принципе можете специально логировать. Ну вот потом, допустим, если робот у нас ходит по сайтам, наверняка это, если, например, мы увидим, что больше никуда не ходил, то он к нам ходит, то вы скорее ничего не кликает, наверное, это робот. Да, ну у роботов, есть система антиробота, которая прилетает робот или нет, да. Это как бы отдельная история, но роботы это пункулярно как бы. Вот если их убрать, все равно у вас сам по себе сигнал, доля запросов без кликов, он мощный довольно. Вот если просто вы измеряете в поиске сколько запросов без кликов, это хорошо. Если вы выкатываете какое-то такое значительное улучшение или что-то сильно ломаете, то прямо на этом графике, по этой метрике будет сильно видно, что пользователи стали, если улучшение, соответственно, у них меньше запросов без кликов, если ухудшение, у них прям сразу стало много запросов без кликов. Да. Вот эта метрика важная, она сама по себе мощная, но когда мы смотрим уже, как пользуются видео с документами, мы смотрим сессии с кликами. Вот они нам теперь интересны. Потому что без кликов мы как бы поняли, ага, есть запрос без кликов, никуда не кликнули. Все, больше как бы из нее ничего про документ понять нельзя. Хороший он плохой, ну, неизвестно. Скорее всего, там все, наверное, не очень хороши. А может быть, просто ему неинтересно стало. Куча сессий без кликов по запросу ВКонтакте, например, человек ввел один раз ВКонтакте, потом там загрузил, перезагрузил браузер, фактически у него еще раз этот запрос пришел, а ему уже неинтересен. Ну, все, он просто висит в какой-то ссылке. Таких запросов есть много и отделить их, что вот они, это не роботы, это способный человек. Но понять, что он реально смотрел выдачу, ему стало неинтересно, ну, это тяжело. Это надо прям вот очень что-то налогировать дополнительное движение мыши, там, смотрел или не смотрел и так далее. Нам сейчас интересны именно сессии с кликами. Так вот, отсюда получается, что человек чаще кликает на первую позицию. Ну, и смотрит чаще первую позицию, кликает чаще на первую позицию, да. Означает ли это, что если мы на первую позицию поставим какой-то плохой документ, то он вообще получит много кликов? Проверим вот такую гипотезу. Пусть у нас на первой месте стоит некоторый релевантный документ, хороший документ, а на втором некоторые нерелевантные документы. Вот первый документ собрал много-много кликов, да, вот там 50 с лишним процентов кликов собрал. На второй тоже кто-то кликал, не так много. Вот если у нас порядок расположения документов не влияет на то количество кликов, которые он собирает, да, то фактически после того, как мы их поменяем местами, у нас вот эти клики должны переехать все сюда, а вот эти клики переехать сюда. Да, то есть первый документ, который плохой, он должен собирать мало кликов, а второй документ, который хороший, должен собирать столько же кликов, сколько он собирал раньше. Логичный эксперимент. То есть проверим, как у нас, вот если мы их поменяем местами, они у нас столько же кликов будут собирать или не столько. Соответственно, меняя места, оказывается, что теперь вот этот более релевантный документ, он стал собирать кликов меньше из-за того, что он стоит на второй позиции. Он, конечно, стал собирать кликов больше, чем вот этот плохой, когда он стоял на второй позиции, а второй стал собирать кликов больше, чем когда он стоял здесь. Получается, что несмотря на то, что этот документ релевантный, а этот нерелевантный, вот эта позиция документа довольно сильно влияет на то, сколько кликов он соберет. Понятно, да? Получается, что наша гипотеза не верна, и, по сути, пользователи чаще кликают, ну, собственно, чаще видят документ, который стоит на первой позиции, чаще по нему кликают. Что это означает в нашей модели, которая вот эта CTR? Это означает, что если вы поставите плохой документ на первую позицию, то у него CTR может быть очень даже неплохим. А документ, который стоит на 10-й позиции, хороший документ. Его просто человек может не видеть или не досматривать. Или даже если посмотрел, он подумает, ну, на 10-й позиции, наверное, это плохой документ. Получается, что вот такая вроде хорошая метрика, которая говорит, что мы собрали столько-то кликов, да, она не работает. Или работает не очень правильно. Ровно из-за того, что у нас есть так называемый позиционный базис, вот эта вот вещь называется позиционный базис, из-за которого у нас документ на первой позиции кликается чаще, а документ, который стоит ниже, независимо от его качества. Понятно, да? С этим позиционным базисом нужно как-то бороться. И, собственно, первая модель, которая с ним борется, называется такая baseline model. Это на самом деле самая тоже такая простая модель. Она посложнее, чем CTR. Но CTR это вообще как бы плохая модель, скажем так. Мы ее даже за модель брать не будем. А самая простая модель, она так и называется baseline model. Такая самая простая модель. Значит, первая. Она исходит из так называемой examination hypothesis, гипотезы просмотра. Что она означает? Вероятность того, что на некоторый документ на этой позиции совершен клик. Сразу привыкайте, чтобы дальше вам понятно было, да? Значит, у нас есть событие C, это клик. C it, это клик на эту позицию. Равно единице, это означает, что кликнули на документ на этой позиции. Так вот, вероятность того, что у нас кликнут на документ на этой позиции, она равна. Ну, мы разворачиваем просто по формуле условной вероятности, да? Вероятность того, что человек кликнул на этот документ при условии, что он посмотрел на эту позицию, умноженная на вероятность того, что человек, собственно, посмотрел на эту позицию. Да? Вот ничего здесь такого прям сложного нет. Далее. Значит, вот вероятность клика, вот эту вероятность клика, Мы можем собрать просто из статистики. Мы знаем, сколько на него кликали и сколько мы его распоказывали. Потом вероятность клика мы знаем из статистики. Вероятность того, что на документ кликнут при слове, что на него посмотрели, это и есть его релевантность. Это то, что мы хотим найти на самом деле. Мы как раз хотим найти, насколько вероятно, что на документ кликнут, если на него посмотрят. Да, вот на него смотрят, кликнут на него или не кликнут. Вот это и есть релевантность. Его мы обозначим за R. R некого документа на этой позиции. А вот этот член, вероятность того, что мы посмотрим на эту позицию, мы обозначим за некоторую альфа. И вот этот альфа, он, собственно, будет зависеть от позиции, от номера позиции. Там первая, вторая, третья и так далее. И, собственно, вот этот альфа, это и есть коэффициент позиционного базиса. Он фактически пытается нам компенсировать вот этот базис. Пытается компенсировать то, что документ, который стоит на нижней позиции, вероятность того, что его просмотрят, она меньше. Понятно, да? Поэтому, собственно, как мы теперь вычисляем релевантность? У нас есть некоторая вот эта релевантность, у нас есть вот эта вероятность. Вот эта вероятность, это, собственно, вот она, это клики, деленные на показы. Это, собственно, вероятность того, что на документ кликнули. И, соответственно, получается, что наша релевантность, это будет вот эта вероятность, деленная на вот этот альф. Вот эта вот модель, она самая простая. Она пытается компенсировать нам позиционный базис. То есть пытается уравнять у нас вот это вот распределение, которое у нас здесь было, да, вот такое вот, она пытается его сделать некоторым таким ровным. Пытается уравнять вероятность того, что мы посмотрим каждую позицию. Если реально посчитать, чему равно это альфа, вот прям по нашим данным натуральным, живым, здравствуйте, то окажется, что у нас опять же вероятность клика на первую позицию 41%, там примерно на вторую 15-16% и так далее оно бывает. Вообще интересно, когда я построил вот эти данные, прям вот по нашим данным, что вот это вот 40 с копейками там 16 очень сильно согласуется с вот этими, которые были там в статье 2005 года какого-то. Здесь то же самое, 40 с чем-то там, 15 там и так далее. Прям вот как у них в исследовании было, прям вот оно так идеально согласуется с вот этим вот экспериментом. Это вот такой вот распределение альфа по позициям получается. Замечательно. Как теперь меняется наша релевантность урлов, собственно, в этой baseline моду? Значит, что здесь добавляется? Вот у нас был столбик с показами, был столбик с кликами. Теперь у нас я еще специально добавил средняя позиция этого урла, потому что теперь у нас в зависимости от позиции, мы должны как-то вот этот коэффициент, ну у нас будет некий коэффициент, который будет компенсировать эту позицию в этом базисе. Так вот. Ну и собственно здесь вот эта релевантность по той формуле, которую я вам показал. Что у нас здесь получается? Опять же, пройдемся по навигам. У Nissan Ru стал 1.82, Nissan KZ 2.36, Nissan UA 5.08. Почему-то Nissan UA здесь прямо вот значительно лучше показал себя. Почему? Он оказался на среднем там вот 2.8 позиции, при этом он собирает довольно много кликов, при том, что при таком количестве показов. То есть у него в принципе CTR высокая, но при этом у него и позиция почти третья. Вот у Nissan Ru, например, CTR высокий такой же, как у Nissan UA, но позиция при этом почти всегда первая. А здесь позиция почти третья. Потому что позиция третья, а мы видели, что на третью позицию кликают значительно меньше, чем на первую. Поэтому, собственно, он получает такой бонус за счет вот этого коэффициента. У него сразу вырастает вот эта вот релевантность. И она становится значительно выше, чем у Nissan Ru. Что касается наших дилеров, Мейджер и Дженсер. Два идеи, два 44 получили. Раньше у них была такая более-менее посредственная. Сейчас у них тоже довольно высокая. Лучше, чем у Navigo даже. У Википедии, у картинок и у списка дилеров осталась также не сильно высокая 0.52, 0.51 и 0.8. То есть в принципе по этой модели они тоже оказались не сильно хорошим документом. Что в целом какая-то коррелянция между вот этой моделью у тебя есть. Некоторые хорошие они остались хорошими, плохие некоторые остались плохими, а некоторые прям сильно изменили свое значение. Хорошо. Идем дальше. Просмотрим теперь так называемую каскадную модель. Каскадная модель исходит из так называемой каскадной гипотезы. Это гипотеза того, как человек просматривает выдачу. Смотрите, звучит она следующим образом. Во-первых, вероятность того, что человек просмотрит первый результат равна единице. То есть человек всегда начинает смотреть с первого результата. И дальше он последовательно смотрит. То есть вероятность того, что человек посмотрит на эту позицию, если он на предыдущую не смотрел, равна нулю. То есть вот он смотрит на какую-то позицию, потом если он прекращает смотреть, дальше он не может начать смотреть заново. То есть у него четко есть с первой по какую-то позицию n он все просматривает, а дальше он ничего не просматривает. То есть он не может просмотреть там первые три позиции, а потом там восьмую, девятую. Да, вот это уже не каскадная модель, это какая-то другая модель. Вот здесь он смотрит прямо, начинает с первой смотреть, все просматривает, а потом перестает смотреть. В какой момент он перестает смотреть? Это уже собственно каскадная модель. Она звучит следующим образом. Вот вероятность того, что мы посмотрим на иту позицию, зависит на самом деле от того, сделали ли мы клик на предыдущую позицию или не сделали. Если мы кликнули на предыдущую позицию, значит следующую позицию мы просматривать не будем. А если не кликнули, значит будем. Здесь перевести на русский язык. Как вы себе представите пользователя, который подчиняется этой модели? Пользователь начинает смотреть с первого документа. Смотрит, если ему документ понравился, он на него кликает и дальше не смотрит. Если не понравился, он идет дальше и тоже, соответственно, если понравился, кликает и больше не смотрит. Если не понравился, идет дальше. И так пока не найдет понравившийся ему документ. Если вообще не найдет и никуда не кликает, это получается сессия без клика, мы ее не рассматриваем. Понятно, да? Они у нас уходят в сессии без клика. Совершенно простая модель, но она, вообще говоря, довольно хорошо приближена к жизни. Раньше, когда мы рассматривали модель бейзлайн, мы считали, что человек просматривает все позиции одновременно с некоторой вероятностью. Вот так мы размазывали его внимание по всем позициям с некоторой вероятностью. Реально человек мог никогда на десятую позицию не смотреть, но мы все равно ему давали некоторую вероятность, что он на десятую позицию смотрит. В первую позицию мы говорили, что вероятность смотрит не 100%, а с какой-то 80%. А в реальности по этой модели он всегда смотрит на первую позицию. Что, в принципе, тоже близко к правде, потому что человек всегда видит выдачу, как на первую позицию смотри, да, и вот он просматривает вот так вот по очереди каскаду. Естественно, это не стопроцентное совпадение с поведением пользователя. Пользователи разные. Кто-то может начинать с пятой позиции смотреть, ну нравится человек так. Кто-то там с десятой смотрит, кто-то вообще не смотрит, сразу кликает на все документы, потом просматривает по очереди. То есть люди разные, да. Мы должны определиться с некоторой такой моделью среднего поведения пользователя для того, чтобы понять, как это интерпретировать вот эти клики. Да, мы сейчас по этому поговорим, да. Сейчас мы про это поговорим. Смотрите, когда я вот здесь где-то говорил про релевантность документа, ну даже еще раньше, да, ну вот здесь фактически вот это R, это у нас вот эта вероятность того, что пользователь кликнет при условии того, что посмотрел. Вот здесь мы релевантностью называем документа. Именно то, что пользователь на него кликнет, когда на него посмотрят вот этот релевантность документа, да. Дальше мы будем уточнять на самом деле эту релевантность. Хорошо, значит, вот эта каскадная модель понятна идея? Человек всегда смотрит с первой позиции по некоторой N, на которую он кликнул, а дальше он не смотрит. Замечательно. Вот если посчитать, как теперь у нас меняется релевантность документов, то окажется следующее. Значит, что у нас здесь, что у нас здесь появилось? У нас есть количество показов. Показы — это, собственно, мы в выдаче показали документы. Клики — то же самое. Ну, клики мы уже видели, да. Теперь у нас появляется столбик с просмотрами. Что означает просмотры? Чем просмотры отличаются от показов? Просмотры это как раз и есть. Вот мы в каждой сессии определяем, какие документы пользователь точно видел, да, вот до клика. Все документы после клика мы считаем, что он даже не видел. Понятно, да? Поэтому вот, например, документ Nissan.ru, у него средняя позиция 1,2, да, то есть он почти всегда стоит на первой позиции, иногда стоит там на второй позиции, например, да, поэтому он почти всегда, когда показывался, он почти всегда его просматривали по нашей модели. Мы на первую позицию всегда смотрим. Поэтому этот документ собирает много просмотров. Ну, а, например, документ вот этот мейджор Nissan, его 1400 раз показывали, всего 600 раз его видели. Вот реально до него доходили, да. Он там в среднем, по-моему, на какой позиции? Там в третьей, по-моему, на какой-то позиции стоит, да. Дальше, что у нас? Nissan UA. 190 раз показывали, 151 раз видели. Тоже такое впечатление, что Nissan UA стоит обычно на первой позиции, да, хотя в среднем у нас там была третья позиция, именно средняя. Соответственно, он тоже собирает довольно много. В итоге, если почитать по этой каскадной модели релевантность, то у нас опять же окажется, что Nissan Ru 68% имеет, Nissan UA 76% имеет, Nissan KZ почему-то опустился 45% всего процентов имеет, да, то есть это, что такое вот эти проценты означают. Если CTR означал, с какой процент случаев, когда мы показали на него кликнут, здесь фактически процент кликов, если его увидели. А это на самом деле важнее, да, даже по логике. Показали, это не равно увидел, да. Вот увидел, это вроде как ценнее. Соответственно, вот у этих документов получается 68, 76 и всего 45. Наши дилеры, они здесь получают довольно высокую, чуть ли не самую высокую, 71, 69, причем довольно равную, несмотря на то, что они показываются на разных позициях на самом деле. Да, вот эта показывается на две позиции выше обычно, чем вот эта. А поэтому в метрике у них получается элевантность одинаковая почти что, и при этом довольно высокая, да. Из неудачников у нас кто опять? У нас опять же Википедия, которая по этому запросу, даже по этой метрии оказывается не нужна. То есть даже когда ее видят, на нее не кликают. Сколько раз? 560 раз видели, 83 раза кликнули всего. Список дилеров тоже оказывается не нужный. Ну и картинки чуть-чуть получше, но все равно тоже особо не нужны по этому запросу. Так, усвоили? Значит, что у нас теперь есть с вами? Бейзлайн модель. Ну CTR мы так вообще оставляем, да. Есть каскадная модель. Отлично. Теперь пойдем как бы усложнить. Есть модель, которая называется Dependent Click Model. Эта модель чуть расширяет нашу каскадную модель. Расширяет ее каким образом и почему? Смотрите, в каскадной модели вас должно было смутить то, что у нас в выдаче может быть всегда только один клик. Вас это правда не смутило, но должно было смутить. Мы говорим, что мы просматриваем документы до клика, а все остальные мы не смотрим. И это как-то не согласуется с тем, что вообще говоря, пользователь может сделать несколько кликов на документ. Правильно? И все, модель как бы не работает. Как же он сделать еще один клик, если он дальше никого не смотрит? Правильно? Вот эта модель, она несколько расширяет вот эту каскадную модель на случай нескольких кликов. Теперь у нас получается следующее. Начнем со второго условия, оно не поменялось. Если человек не кликнул на предыдущую позицию, но посмотрел ее, то следующую нашу позицию он точно посмотрит. Смотрите, сорятность единицы. Здесь ничего не поменялось. Если мы предыдущую позицию смотрели, но не кликнули, то мы эту позицию, следующую позицию тоже посмотрим. А что теперь происходит, если у нас мы на предыдущую позицию кликнули, ну, посмотрели и кликнули? С какой вероятностью мы посмотрим вот эту позицию? Раньше в каскадной модели у нас вот это значение было равно нулю. Да, мы не смотрели. Теперь мы говорим, что в зависимости от позиции у нас есть некоторый коэффициент лямбда. Чему он равен, я не знаю. Его надо как-то вычислять. Вот вы как-то должны принять, чему он должен быть равен. Но у него может быть какое-то значение. Не нулевое. Когда нулевое, это просто каскадная модель. Мы сваливаем из каскадной модели. А вот это, соответственно, некоторое решение. Мы принимаем лямбда, ставим какие-то конкретные значения, и теперь в зависимости от клика на эту позицию мы с некоторой вероятностью дальше считаем, что пользователь продолжает смотреть, продолжает кликать. Причем, заметьте, что вот эта лямбда зависит только от позиции. Она не зависит ни от документа, на который кликнул, да? Ну, собственно, от левантности не зависит от документа. От других кликов не зависит. Ну, просто от позиции зависит. Хорошо. То есть, имеется ввиду, что на любой запрос он будет вот с такой лямбдой и вот так? Да. Ну, то же самое, что мы делали с коэффициентом альфа, который нас избавлял от позиционного базиса. Это же некоторый средний вообще, вот, средний коэффициент для любых запросов. Вы вообще обоедливаете хорошее описание? Нет, ну, это средний для меня, конечно, средний по больнице, но это лучше, чем ничего. Это лучше, чем CTR. Потому что у вас все равно документы, которые там в среднем находились на пятой позиции, они получат этот бонус и компенсируют то, что они сильно низко находятся. Но, конечно, для конкретного запроса, например, запрос ВКонтакте, у него идет 90% кликов в первый результат. Там остальные не видны. Там сильно отличается от того, что мы в среднем насчитали. Какой-то запрос тяжелый, в котором пользователи просматривают постоянно там чуть ли не все результаты, да, он тоже сильно будет отличаться. Там, наоборот, будет все очень плоско. Все очень плоско. Поэтому это, конечно, средний по больнице. Так же и здесь. Средний по больнице. В конкретном запросе все может быть совсем по-другому. Вот мы учитываем этот коэффициент лямбда и получаем фактически каскадную модель для множества кликов, когда у нас есть несколько кликов в одной сессии. Хорошо. Сейчас, на самом деле, в целом будет много моделей с разными названиями. Прямо запоминать я вам их как бы не требую и не советую. Вы сразу запутаетесь. Здесь именно смысл, как они развиваются. Вот у нас была бейзлайн с коэффициентом позиционным базисом. У нас была каскадная, которая, в принципе, предполагает, что человек смотрит каскадом. Вот это развитие каскадной модели, чтобы вы понимали, что она не с одним кликом тоже работает. Дальше рассмотрим такую модель. Она довольно тоже известная. Которая называется User Browsing Model или просто сокращенно UBM. UBM. О чем она говорит? Она говорит следующее, что вероятность того, что человек посмотрит на следующий результат, зависит не просто от некоторого альфа статического, как мы в бейзлайн брали. Она еще зависит от того, как мы кликали на предыдущий документ. Вот, например, кликали мы на какой-то документ. И вдруг он там на первый документ. И из-за того, что мы кликали на первый документ, вероятность того, что мы будем просматривать второй, третий и так далее, она уже будет не такая, как раньше, когда он вообще никуда не кликал. Понятно, да? Идея. Получается, что про первую позицию все понятно. Она у нас остается как в бейзлайн моде. Вероятность того, что человек посмотрит первую позицию, равна альфа 1. Вот этот коэффициент для первой позиции. А вероятность того, что человек посмотрит на и ту позицию, при условии, что он делал некие клики с первой по и минус первую позицию. Какие-то клики. Не на все он кликал, просто на какие-то позиции он кликал. Некоторый шаблон кликов. Вот она, соответственно, будет равна некоторому коэффициенту альфа. Альфа — это наш старый коэффициент, позиционный байз. Но он будет с некоторым коэффициентом, который будет его модифицировать для соответствующей, во-первых, позиции и для соответствующего шаблона кликов. Значит, что такое PIT? Вот это PIT. Ну и это позиция клика. Это понятно. PIT — это некоторая позиция самого как бы низкого предыдущего клика. То есть позиция, на которую человек... То есть он мог сделать несколько кликов, да? Соответственно, вот это PIT — это будет самая большая позиция, на которую человек кликнул. До нашей, естественно, позиции. Все позиции меньше, чем I. Вот это некоторая позиция L, на которую человек кликнул. Видите? Которая меньше, чем I, чем наша позиция сейчас. И она, собственно, самая максимальная. То есть последняя позиция, на которую человек кликнул, короче, бывает. Ну просто это на самом деле упрощение просто так сложно звучит по такой формуле. Но фактически мы говорим, что вероятность того, что человек просмотрит данную позицию зависит от того, на какую позицию человек кликнул до этого. Последнюю позицию, самую ближайшую к нам. И вот этот коэффициент как раз будет каким-то образом влиять на вот этот альфа, на этот наш позиционный байрис. Вот эти бета, они тоже вычисляются. Вот я специально вычислил его для двух кликов, как бы для без клика. Это, собственно, альфа остается, вот это без кликов, да? Вот этот синенький столбец — это тот альфа, который я, собственно, уже показываю без изменений. Теперь, если человек сделал один клик, Уже сделал один клик. Как он, ну клик, собственно, в первую позицию? Не просто один клик. Он сделал клик в первую позицию. У нас, собственно, должны измениться вот эти альфы теперь. Соответственно, это красное. Посмотрите, после того, как человек сделал клик в первую позицию, он значительно больше Gear начинает кликать именно во вторую позицию. Раньше вероятность была 16%, теперь 30%. Ну, дальше, собственно, она спадает. Потому что интересно, получается, что в первую позицию он еще раз все равно кликает в большую вероятность. Не знаю почему. После того, как человек сделал клик во вторую позицию, у нас все меняется следующим образом. Вот это зелененькие столбцы. В третью позицию теперь он значительно больше начинает кликать. Видите? Опять же логично. Он кликнул во вторую позицию, ну и видно, как бы он уже нацелен кликать куда-то. Именно в третью позицию он кликает с довольно большой вероятностью. Это как раз означает, что если мы не учитываем клики в предыдущей позиции, то смотрите, насколько мы ошибемся в третьей позиции. Мы бы считали, что вот это 0.10 взяли бы альфа, а должны взять его 0.37, например. В три раза фактически мы ошиблись. То есть документ получил несправедливо в три раза меньшую оценку. А когда мы вот эти вот начинаем бета учитывать, то есть пересчитывать фактические коэффициенты в зависимости от позиции клика предыдущего, у нас есть результаты получаться должны значительно точнее. Вопрос на засыпку. Если вы поняли, о чем идет речь, ответьте мне, чему равно бета 3.2. Неправильно. А что варианты? Почему? Не знаю, написано. Где 0.3? Почему 0.3? 3.3.3, 3.3, 3.5, да. Ну, первое, что вы должны были, естественно, то, что вы правильно сказали, что вы на правильный столбик посмотрели, это правда, да. Но теперь надо вспомнить, что это все-таки не значение этого столбика, а это коэффициент, который как бы нам модифицирует вот это значение альфа. А значение альфа, это то, что без клика у нас было, это вот это значение 0.10. То есть, да, естественно, это отношение вот этого столбика к этому столбику, ну, наоборот, то есть этого к этому столбику. Вот это будет ко всем бета. И так мы, собственно, для каждого позиции, для каждого клика посчитаем просто вот это значение бета. И таким образом получим вот такую модель UBM, которую мы можем также легко обсчитывать. Замечательно. Далее рассмотрим. Опять некоторое обобщение, обобщение наших моделей. Теперь у нас вероятность клика, вероятность просмотра, точнее, идой позиции при условии, что у нас на предыдущую мы не посмотрели, ой, не кликнули, но посмотрели, будет равно некоторая альфа 1. Там у нас она была равна единице, да? Мы всегда смотрели следующую позицию, если на предыдущую не кликнули, но посмотрели. Теперь мы говорим, что нет, это у нас не единица, это некоторый коэффициент альфа 1. Далее вероятность того, что мы просмотрим нашу позицию, если мы на предыдущую и кликнули, и посмотрели, будет теперь не только коэффициентом лямбда, вот тем 1, да, который мы говорили для множества кликов, оно еще будет зависеть от релевантности предыдущего документа, на который кликнули. Причем вот эта релевантность — это R. Если документ релевантный, это единица, если документ не релевантный, это 0. Такая бинарная, ну там, бинарная, грубо говоря, да. Получается, что вот с некоторым коэффициентом альфа у нас, так сказать, с некоторой вероятностью альфа 2 мы будем просматривать следующую позицию. Если этот документ оказался релевантным, точнее, не релевантным, если Rd равно 0, то у нас остается коэффициент альфа 2, да. Это некоторая вероятность, если документ оказался нерелевантным. Если документ оказывается релевантным, тогда у нас вот это уходит в 0, а вот это остается альфа 3, да. Это у нас будет вероятность того, что человек кликнул на релевантность, и стал дальше просматривать нашу выдачу. Получается, у нас здесь есть три коэффициента. Вероятность того, что человек просто просматривает следующую позицию, если он на предыдущую не кликнул. Это один коэффициент. И дальше, собственно, вероятность того, что человек кликнул на нерелевантный документ и начинает просматривать дальше выдачу. И вероятность того, что человек дальше просматривает выдачу, когда он кликнул на релевантный документ. Все предыдущие модели, которые мы с вами рассматривали, они являются частным случаем вот этой модели. Например, каскадная модель. Это, собственно, вот эта модель, когда у нас α2, α3 равно 0, а α1 равно 1. Правильно? Вот это чисто каскадная модель получается. DCM вот это вот. Это как раз α2, α3 равно λ1, а α1 равно 1. Но в общем случае вы, соответственно, можете, вот фактически усложняя их или обобщая вот эти модели, сделать вот эту модель соответствующими коэффициентами α. Как вы их возьмете, это уже, собственно, будет как бы являться, собственно, вашей моделью. Это вот усложнение как раз модели, да. Как выбрать эти α, вы их должны как-то выбрать, и получите некоторую свою модель поведения пользователя. Вы как-то можете статистики почитать, можете как-то умозаключение какое-то сделать, с какой вероятностью человек должен переходить на следующую, когда он кликнул на релевантный документ. Давайте возьмем α3 равное там 0,2, а α2 равное там 0,8, например. Ну, вы можете такое сделать, вы получите некоторую модель. Можете почитать по неревантности, получите некоторые фичи для данного документа по статистике пользователя. Окей. Да? Вопрос какой? Нет. Какими α взять? Нет. Просто все эти модели, они идут, короче, от 1-1 до 2-3, а если, соответственно, у нас... Ну... Да, это люди, которые делают неправильный порядок кликов, там, по-моему, вы считали, точно скажите, порядка 5%. Тут надо отдельно учесть, ну, как бы понимать, как для этих моделей учитывать неправильный порядок кликов. Ну, во-первых, вы можете сделать всегда правильно, как минимум. Во-вторых, вы можете его оставить неправильным. Я дальше поговорю, у нас там все-таки более сложная модель. Особенно от конца, то есть когда человек вначале не нашел ничего, сразу прошел в конец, и вот там приспорит. Ну, тут важно не сам порядок кликов, на самом деле. Тут важнее то, что вы будете считать за документы просмотренные и непросмотренные. Вот если действительно пользователь такой странный, что он на первый документ даже не посмотрел, да, что у вас вот каскадная модель вообще не работает, то, ну, как бы, если все пользователи такие, да, то, конечно, ваши получаются измерения, но они совсем, ваша модель совсем не соответствует пользователю. В среднем получается, что все-таки каскадная модель, вот именно, что человек смотрит сверху вниз, да, она все-таки, ну, в среднем соответствует тому, как пользователь ведет себя на выдачу. Хотя конкретный пользователь, конечно, может себя вести как-то вот вообще неадекватно. Это правда. В принципе, можно даже отдельно сначала в статистике найти аномальных пользователей, прям вот что, почему-то он себя ведет неадекватно. Есть прям даже работы, поиск по поведению аномальных пользователей. Дальше вы их все поведение убираете из статистики, просто очищаете и считаете статистику на уже чистых пользователях, нормальных, типичных пользователей. А с нетипичными что-то может тоже интересно. А про то, что некоторые нормальные пользователи имеют в виду состоясь с аномальными, это что называется обучающиеся. Просто они как бы в предыдущем выдачам примерно того же, сколько вопросов, уже понимают, какие страницы им не нужны. Потому что кто-то посетил еще. Понятно. Но тут уже зависит от того, на какое вам качество нужно. Если вы прям что-то хотите совсем... Просто я перед каран запросы, собирается по сути один... Человек обещает одно и то же, просто разными запросами. То есть мы нашли первую, мы запомнили, что эти страницы им не нужны. То есть второе, с ними примерно те же он пропустит. Ну окей, да. Еще раз, пользователь себя можешь вести совершенно странным образом. У него в голове может быть все, что угодно. Он там запомнил, что он в прошлый раз что-то не нашел. У него какие-то другие там вообще тараканы в голове. Может быть он там в какой-нибудь сектант, он начинает поиск всегда с 50-й страницы. Ну почему нет? Нравится ему. Он говорит, на первом странице всегда все плохо, все что ищет. А я вас с 50-й буду всегда искать. Ну нравится человеку так искать. Ну это замечательно. Но это все как бы выбросы. Когда у вас есть общая статистика, у вас стандартные совершенно пользователи, они как правило везут себя стандартно. Если у вас какой-то выброс, это будет одна точка, одна сессия из вашего множества. Если как-нибудь специально не накручивают какой-то спам, когда у вас как раз множество таких накрученных, может быть, нетипичных поведений. Но это отдельная история, как о спам избавляться. Хорошо. Значит, вот эта модель обобщает нам наши модели, которые мы до этого видели. Ну если идти дальше, то можно посмотреть вообще такой general click model, который там совсем уже общее обобщение. Когда мы говорим, что у нас в принципе вероятность того, что мы посмотрим на эту позицию, при слове того, что мы не кликали и насмотрели на предыдущую, это некоторое зависит от некоторого события A, события A, да, того, произойдет оно или не произойдет. Соответственно, вероятность того, что мы просмотрим при слове клика, это там событие некоторое B, тоже некоторая такая абстракция. Ну и, собственно, наша релевантность, это вот эта вероятность того, что на документ кликнут, если на него посмотрели, это, собственно, тоже некоторая случайная величина, это, собственно, релевантность, то, что нам нужно искать на самом деле. Это совсем такое обобщение. И, собственно, все наши модели предыдущие, они вот, собственно, вот эти А, Б, там, они, собственно, что-то имели в виду под этими событиями, да. Ну, это так, самая верхушка вот этих моделей. Самое обобщение. Хорошо. Идем дальше. Теперь рассмотрим такую вещь. Вот мы с вами всегда рассматривали, сейчас рассматривали релевантность документа как некоторую такую постоянную величину. Постоянную в каком смысле? Она не зависит от времени, она не зависит от пользователя, от пользователя его возраста, региона, его сейчас намерений текущих. Она не зависит от, фактически, так называемая, кликов на другие документы. Вот некоторая релевантность статическая. Вообще говоря, мы можем сказать, что существует еще и некоторая такая динамическая или там мгновенная релевантность. В чем она заключается? Представьте себе, что даже по тому же запросу Nissan пришел один человек, он хочет найти дилеров. Вот для него там какой-нибудь там официальный сайт Nissan или картинки Nissan, или там, что у нас там еще было, ну, просто какое-то описание Википедии, ему это вообще не нужно. Релевантность этих документов для этого человека в данный момент там, не знаю, ноль. А релевантность дилеров, она там вот очень большая, единица какая-нибудь там, или близкая к единице, да. Пришел другой человек, или там этот же человек в другое время. Вот он теперь хочет узнать, что-то такое Nissan на первый раз слышит, там, не знаю, да, и хочет Википедию, например. Вот ему дилеры это вообще не нужны. Да, ему нужна Википедия почему-то. Вот для него Википедия будет иметь высокую релевантность, дилеры будут иметь низкую релевантность. Ну и так далее. Пришел человек, который хочет найти там официальный сайт, вот этот Nissan.ru, да, ему как раз дилеры вообще не нужны. Ему нужен официальный сайт. И получается, что у нас в разных ситуациях для разных пользователей вообще говоря, разные сайты могут иметь такую разную релевантность. Это очень специально, ну, как бы это часто возникает, когда есть запрос мультиинтентный, так называемый. Когда, ну, собственно, у запроса переходят пользователи с разными намерениями. Один хочет одного, другой хочет другого. По запросу Jaguar один хочет там машину, другой хочет животное, третий хочет напиток там, да. А четвертый вообще какой-нибудь кинотеатр Jaguar вообще захотел там где-нибудь найти. Поэтому оценивать вроде как эти документы, искать такую среднюю релевантность, может быть не очень честно, не очень разумно для этих документов, для всех. Да, мы начинаем сравнивать дилера с Википедией. Википедия почему-то проигрывает, хотя для кого-то она очень релевантна. Так вот. Наша гипотеза, собственно, заключалась в том, что, вот если так упрощать, что вероятность клика на документ, при условии того, что мы посмотрели на эту позицию, она не зависела от кликов на предыдущий документ. Вообще, как мы можем понять, что вот у нас пользователь имеет намерением, вот какие-то такие намерения, а не другие намерения? Мы же не знаем. Купить в Москве, это если он там вам явно что-то говорит в запросе. А вот у вас есть некоторый запрос, поэтому запросы у вас разные пользователи имеют разные намерения. Разные. Вот у них один тот хочет, другой тот хочет. Если мы, конечно, не будем заморачиваться тем, что пользователи как-то сначала кластеризовать его интересы, вот это мы все как уедем. Или мы знаем предыдущий запрос пользователя, посмотрим, что у него там за предыдущий запрос. Вот если мы ничего не знаем, а у нас просто есть некий пользователь, он делает какие-то клики. Естественно, сказать нам о его намерениях могут его клики. Понятно, да? Вот он кликнул на первого дилера, там, мейджор, и это нам сразу говорит о том, что так, внимание, он кликает на дилеров, значит, там, второй дилер, дженсор, ему будет, может быть, интересен, да? И если почему-то он на него не кликает, значит, ну, какой-то странный сайт мы ему подсунули. Мы ему подсунули сайт с дилером, а он на него не кликнул. А если мы показали Википедию, мы тут как бы говорим, типа, ну, человек Википедию и не хотел, да? Поэтому как бы странно ее оценивать в этом случае. Поэтому вот этот шаблон кликов, то, куда человек кликает, оно нам как раз говорит о намерениях пользователя. Так вот, то, что мы считали вероятность клика на документ, при условии, что мы посмотрели на этот документ, при условии, ну, при некотором шаблоне кликов, при его кликов, мы считали, что вот эта вероятность не зависит фактически от кликов, да? Вот эти вот клики, они здесь никак не участвуют. Вот эта вероятность равна этой вероятности. Теперь мы попытаемся сделать так, чтобы у нас вот эта вероятность зависела. И рассмотрим так называемую pure-relevance-model. Она говорит следующее. Что касается вероятности просмотра позиции. Это вот эта вероятность, e-e, при условии того, что мы кликали куда-то не на эту позицию. Ну, некоторый шаблон кликов. Мы говорим, что она, во-первых, не зависит от шаблона кликов, именно вероятность просмотра. И она равна, собственно, нашему альфа-e. Это фактически то, что мы с бейзлайном берем. Вероятность просмотра мы берем из бейзлайна. Вероятность просмотра каждой позиции, она равна альфа-e, позиционному позицию. И оно не зависит от шаблона кликов, от других кликов. А вот как раз вероятность клика… Мы будем считать, что она зависит от шаблона кликов. Вот вероятность того, что человек кликнет на e-e позицию, при условии, что он на нее, конечно, посмотрел. И еще сделал некоторые другие клики не на эту и тую позицию. Она будет равна собственно вот этому релевантности документа, Релевантность документа — это и есть та средняя релевантность документа. Это и есть вот эта вот вероятность клика при условии просмотра документа. Это то, что мы вначале делали определение. И скорректировано некоторым коэффициентом. И как раз вот этот коэффициент у нас будет превращать нашу среднюю релевантность в некоторую мгновенную релевантность. Теперь что это за коэффициент? Понятно, что этот коэффициент как раз будет зависеть от этого шаблона кликов. Должен зависеть от этого шаблона кликов. И, собственно, ну вот это ни, это, собственно, сумма кликов не на нашу позицию ita. Ну, эту позицию мы рассматриваем, поэтому на нее мы клик как бы не рассматриваем, да? Мы смотрим на клики на все остальные позиции. И дальше нам нужно, собственно, высчитывать этот коэффициент дельта. Как он должен менять нашу вероятность в зависимости от количества кликов всего на другие позиции. Опять же, для вас, а, ну, собственно, давайте дальше. Как мы, собственно, как мы будем считать вообще релевантность, да? У нас теперь известна вот эта вероятность просмотра, и мы посчитали вероятность клика. В общем случае у нас получается вероятность того, что мы кликали на это документ при некотором шаблоне кликов, это, собственно, вероятность просмотра на вероятность клика при условии просмотра. Опять же, все честно, чисто по форме вероятности записываем, так? И тогда у нас получается, что это будет равно альфа 1 отсюда, умноженное на вот эту релевантность документа, умноженное на вот этот коэффициент. Опять же, если мы теперь ищем вот эту среднюю релевантность, мы всего-навсего должны вот это посчитать, а это мы знаем из статистики, разделить его на альфа, разделить его на вот этот коэффициент дельта. Получим то, что мы ищем. Осталось только узнать. Альфа мы узнали за позиционный базис, мы уже давно его посчитали. Осталось посчитать вот этот дельта, да? Соответственно, его я вам посчитал. Опять же, сравним с тем, ну как бы не сравним, смотрим зависимость, чему равен вот этот дельта. Значит, если у нас есть один клик, вот эта вероятность, корректирующая чему, получается равна. Это зависит от для двух кликов, для трех кликов. Дальше можно, собственно, для всех кликов посчитать. Это вот как у нас в зависимости от позиции и количества кликов будет корректироваться вот эта наша релевантность. Понятно. Это у нас получается модель Pure Relevance Model. Теперь, и здесь, да, и она как бы, еще раз повторю, она нам говорила, что шаблон кликов, вот в кае в другие места, влияет на вероятность клика в данный конкретный документ. Вот то, что мы кликнем в данную конкретную позицию, зависит от того, как мы кликнем на другие позиции. Хорошо. Теперь мы рассмотрим модель, которая говорит нам о том, как меняется вероятность просмотра позиции из-за того, что у нас были клики в другие позиции. Вот то мы вероятность клика у нас менялась в зависимости от шаблона клика. Теперь мы говорим, что у нас меняется вероятность просмотра. И тут мы должны вспомнить, что мы буквально недавно рассматривали модель, которая зависит от предыдущих кликов. Так? Собственно, модель называлась UBM. Я ее специально повторяю. Вот в UBM у нас было следующее, что вероятность просмотра этой позиции при условии кликов от 1 по i-1 позиции, оно у нас, соответственно, было позиционный базис, умноженный на некоторый коэффициент крыльяции, точнее, как-то модификации этого позиционного базиса. Мы, собственно, искали, чему он равен при 3.2. Вот это уже было. Но если мысль продолжить дальше, то оказывается, что вот в этой модели мы учитываем предыдущие клики. То есть мы считаем, что человек кликнул на какой-то предыдущий документ, и вероятность того, что он посмотрит наш документ, как-то изменилась. Хотя на самом деле клики ниже нашего документа могут говорить о том, просмотрел ли человек нашу позицию, гораздо больше. То есть если человек кликнул на пятую позицию, а мы рассматриваем третью позицию, логично предположить, что третью позицию он просмотрел с большей вероятностью, чем когда он не кликнул на пятую позицию. То есть вот эти клики на следующие позиции нам могут говорить даже больше, чем клики на предыдущие позиции. И как раз вот этот факт мы используем в этой модели MaxExaminationModel и вводим такую вот функцию простую. Собственно, она равна нам в той нашей функции PIT, а это просто максимальный клик до нашей позиции. Если, собственно, дальше нашего позиции клика нет. И она просто равна нашей позиции плюс один, если где-то дальше есть клик в любую позицию. Вот неважно в какую, в пятую, в десятую, в двадцатую. Мы просто говорим, что был клик просто в следующую позицию. Такое упрощение. То есть функция EIT очень простая. Либо максимальный клик в предыдущую позицию, либо просто клик в следующую позицию. Тогда наша вероятность просмотра этой позиции при условии некоторых кликов в другие позиции будет равна нашему позиционному байсу, умноженному на некоторый коэффициент, который будет как-то исправлять наш альфа. И он, собственно, будет зависеть от позиции, от вот этого вот EIT. То есть от того, куда клик пришелся. Понятно, да? Просто вот этот коэффициент какой-то вводим, который, собственно, зависит от этого E, от следующих кликов и предыдущих кликов. А вероятность, да, ну, собственно, вероятность клика уже при условии этого у нас, собственно, будет равно вероятность просмотреть документ умножить на его релевантность. То есть в этой модели у нас же, опять же, Чтобы вычислить элевантность, нам нужно взять в статистике, посчитать вот это, разделить его на альфа и разделить его на этот коэффициент. Ну это стандартно, как во всех у нас моделях происходит. Таким образом у нас будет RD. Ну и логичным образом, так как мы сначала рассмотрели модель, в которой считаем, что у нас вероятность клика зависит от кликов. Вероятность клика на данную позицию зависит от других кликов. Во второй модели мы считаем, что вероятность просмотра позиций зависит от предыдущих кликов. Логично предположить, что дальше будет модель, которая должна объединить два этих подхода. И модель так и называется Joint Relevance Examination Model. То есть модель, которая объединяет вот эту вот модель релевантности и модель Max Examination. Она так и называется GRE, Joint Relevance Examination Model. Собственно, она говорит, что теперь мы считаем, что у нас от шаблона кликов зависит все, и клики, и просмотры. И таким образом у нас получается, что вероятность того, что человек кликнет на документ на позиции it, при условии других кликов, мы ее совершенно легко раскрываем. Вероятность того, что человек посмотрел на it-ую позицию при шаблоне кликов, умноженная на вероятность того, что он кликнул на эту позицию, при том, что он посмотрел при таком шаблоне кликов. Вот это у нас идет из модели Max Examination. Вот это у нас идет из модели Pure Relevance. Раскрываем все, что мы знаем из этих моделей. Получаем, что у нас есть коэффициент альфа, есть коэффициент гамма, который его модифицирует из модели Max Examination, есть коэффициент дельта, который у нас модифицирует нашу среднюю релевантность, превращая в мгновенную, да, и это из Pure Relevance идет. Ну и, собственно, есть наша средняя релевантность. Таким образом, в этой модели GRE нам нужно знать все вот эти коэффициенты альфа, гамма, дельта и знать, собственно, статистику из сессии. Мы просто знаем, сколько человек кликнет на этот документ. И таким образом мы находим релевантность в документах. Кому понятно? Никому. Хорошо. Это нормально. А что это непонятно? Все. Все непонятно. Вот эта модель, она объединяет нас в две модели. Здесь я записал вам совершенно это самое. Вот никакой магии. Мы просто говорим, что у нас есть некоторые клики на документы, и мы хотим найти вероятность того, что человек кликнул в документ на эту позицию. Его мы раскрываем как просто произведение условной вероятности. Да? Все честно. Вероятность, что человек посмотрел, но вероятность того, что он кликнул, предусловно, что он посмотрел. Да? Сохраняем условия того, что у нас есть клики на какие-то позиции. Дальше, если вам было бы понятна модель Max Examination, то мы просто из нее прям берем вот это вот. Вот она записана. Вот это вот. Как вычислить вот эту вероятность просмотра. Мы ее прямо вот здесь вот нашли. Поэтому мы ее прямо вместо вот этого и записываем сюда. А вот эту вероятность, вот эту вот, мы нашли из предыдущей модели Pure Relevance. Вот она. Вот так модель прямо устроена. Мы сказали, что вероятность клика зависит от шаблона кликов. И зависит она как раз с помощью вот этого коэффициента дельта. Поэтому мы все у нас вот это вот подставили опять же в эту формулу. Вот в это вот место. Получили вот это вот. Хорошо. Так, ладно, еще раз. Просто можно было подписать. Хорошо, подпишу. Словами, значит, говорю. Вот это вот мы взяли просто из модели Max Examination. Это ответ прямо вот то, что у нас в модели Max Examination. Оно равно вот этому, да? Вот это вот из Pure Relevance. Опять же мы прямо в Pure Relevance говорили, что у нас вероятность кликов зависит от шаблона кликов. Зависит она вот таким образом, прямо от равенства. Поэтому теперь в объединенной модели мы это все дело объединяем и получаем, что у нас вот такой вот член такой будет. Отсюда мы rd высчитываем, просто деля вот это вот на вот эти вот коэффициенты. Значит, теперь если честно посчитать для нашего запроса, для наших урлов вот этот jre, то у него получится следующее значение. Смотрите, для навиков получается Nissan.ru. У него получается 0.23, не самое высокое значение. Вот Nissan QZ получает 0.39, Nissan UA вообще получает 0.91. Вот в этом смысле jre, Nissan UA получается лучше всех. Почему? Дальше. Наши дилеры, у них получается 0.34, 0.39. Тоже, в общем-то, неплохое значение. Ну и опять же, аутсайдерами остается википедия, у которой 0.11 и список дилеров 0.09. Опять же, если мы просто отсортируем по вот этому значению, уже, в общем-то, тоже получится неплохо. Опять же, если там не брать там Украину, например, получится, что изначально нужны дилеры, да, а потом уже, например, Nissan.ru, официальный сайт дилера, ну, официальный сайт Nissan. Потом уже нужны все вот эти вот списки дилеров википедии. Для картинок мы здесь не считали, у нас для картинок, для подмесок мы такой не считаем. Понятно? Значит, смотрите, я вам рассказал, как такое развитие моделей поведения пользователя, да, от самого бейзлайна до некоторых, вот такого более-менее сложной модели, это же река, который называется, в которой вот есть много коэффициентов, которые зависят, влияют, собственно, на поведение пользователя. Такой еще раз вопрос. То есть, ну, где-то в этих моделях нужны. Мы берем, как бы говоря, обучаем, на большом количестве предыдущих даток и пользователям вот ранжирует по назначению, как они выдаются, выдаем, выдачу. Ну, мы выдачу прям по этому числу, конечно, не выдаем. Не получается, что ранжирование прям берет жирьей, это самое, это просто получается фичей, фича получается. В принципе, у тебя получается для каждого документа, ты знаешь, для данного запроса, для данного документа ты знаешь много каких-то значений. Ты знаешь жирьей, ты знаешь там по каскадной модели, ты знаешь по бейзлайну. Да, это просто фичи. Если CTR такая плохая вещь, то она у тебя в фичах должна слабо сыграть. То есть фича CTR должна быть просто слабой. Ты, кстати, можешь показы клики, тоже можешь загнать в эти фичи. Соответственно, вот эти разные модели делаем, загоняем их в фичи. Чем интересна JRE? JRE интересна тем, что она хорошо учитывает мультиинтентный запрос. Вот в отличие от многих других моделей, у нас здесь мейджер Nissan и Genster, те, которые учат дилеров, они имеют хорошие оценки. Несмотря на то, что они там, как правило, стоят где-то низко там, да, и часто нужен именно Navi. Вот Navi вот здесь вот очень хорошо был во всех моделях. Здесь он стал ниже, например. Потому что иногда там Navi нужен, а иногда нужны дилеры. А он, ну, здесь для данного запроса оказалось, что дилеры важнее. И у нас статистика тех людей, которые сжали на Navi, которым не нужен был дилер, она как бы не испортила их релевантность. Понятно, да? Хорошо. Сравнение моделей теперь. Вот у нас есть множество моделей. Относительно бейзлайна, вот той самой первой модели измерения проводились. Вот здесь есть модель GER-E, она красненькая, она лучше всех получается. Есть Pure Relevance модель, она зелененькая. Есть Max Examination, она такая вот синенькая, у вас синенькая, да? И UBM. UBM, вот эта модель. Но она, соответственно, хуже всех получается. В принципе, это логично. Почему? Потому что вот эти все-таки Pure Relevance и Max Examination, которые учитывают клики, учитывают клики на другие документы, они фактически, естественно, несут больше сигналов. Эти клики, они несут какую-то информацию, которую эти модели учитывают, а вот эти учитывают слабо. UBM учитывает, учитывает только клики на предыдущие результаты, не учитывают на следующие результаты, да? Поэтому фактически у нее вот такой вот разрыв в качестве получается. Pure Relevance на самом деле дает почти такое же качество, как GRE. Поэтому в реальности, если там вот это именно к GRE делать тяжело, то можно ограничиться просто с Pure Relevance, а на ней почти такие же. Что касается здесь, что касается именно среднегазратичной ошибки. Вот они и там, и там, в принципе, практически одинаково идут. Понятно, да? Пася? Здесь log likelihood, улучшение его, точнее, log likelihood. А здесь вот улучшение именно среднегазратичной ошибки. То есть мы дальше, вот здесь, кстати, клик, строим вот эту вот модель. И вот, ну, вот, параметры, какие угодно. Параметры, точнее, условия. Тут фактически угадали мы тоже, как бы, релевантность, сколько кликнуть пользователей, или не угадали. А как мы это определяем? Вот мы выдали, короче, как, пользуют, ну, можно быть, ключей настройки. Что-то нас пользует. Угу. Что происходит дальше? Вот примерно хотя бы... Нет, дальше ты смотришь, куда он кликает. Ну, смотри, смотри, если ты по этой модели отранжируешь документы, дальше знаешь, куда пользователь кликает. Приходит кликает. Все, смотришь, насколько у тебя совпало. И сочетаешь, собственно, с этой контактной ошибкой. Вот это log likelihood. Да, продолжим, собственно. Смотрите. Раньше мы рассматривали релевантность, как некоторая вероятность того, что на документ кликнут. Правильно? Вот у нас все модели работали именно так, с этим. То есть у нас была вот вероятность того, что на документ кликнут. Ну, там еще присылали, что вы посмотрели, да, но суть именно в том, что вероятность того, что на документ будут кликать. Понятно, что вероятность того, что на документ кликнут, сильно зависит от того, как мы его нарисуем в выдаче. Мы его нарисуем красиво, туда могут кликнуть. Нарисуем его некрасиво, на него могут не кликнуть. Это приводит к тому, что, например, вот некоторый документ newvk.com запускал в ВКонтакте новый дизайн, да, фактически тоже ВКонтакте, но выглядел он вот сниппет вообще вот так вот ужасно. Да, в тайтле ничего кроме адреса нет. Здесь написано «Найден по ссылке», то есть он у нас не скачан, тела нет. Естественно, что люди туда кликать не хотели. Привлекательность 14%. Удовлетворяемость, что такое удовлетворяемость? Человек туда перешел и больше никуда не переходил, да, там и остался. Удовлетворяемость 95%, потому что это, собственно, тоже ВКонтакте. Куда человек хотел, туда он и попал. Соответственно, здесь у нас вот эти привлекательность и удовлетворяемость сильно различаются. Обратная ситуация. Значит, по запросу там «Аватар» есть такой красивый сниппет из афиши Mail.ru, постер, там все описание. Привлекательность 70%. То есть кликают на него хорошо. Вроде как «Аватар», надо кликнуть, все про него. Удовлетворяемость 15%. Почему? Нельзя посмотреть, совершенно верно. Поэтому получается, что здесь все красиво, релевантность высокая, а реально этот документ там не нужен. Пользователь туда приходит и не нужен. Поэтому вот эта вот разница между привлекательностью и удовлетворяемостью, она, в общем, может быть существенной. Поэтому сейчас мы рассмотрим релевантность именно с учетом вот этого удовлетворяемости пользователя. Рассматривать мы ее будем с помощью так называемой модели, которая называется Dynamic Bias Network. В чем она заключается? Ну, во-первых, здесь есть такие некоторые состояния, можно сказать, события, на самом деле так. Опять же, события E, examination, это события просмотра. Просмотра E-1 позиции, просмотра E-1 позиции, просмотра E-1 позиции. Дальше. Есть события клик. Опять же, клик на E-1 позицию. Есть такое событие, которое называется attractive. Ну, то есть привлекает, как бы документ привлек пользователя, да, а и это. Есть событие удовлетворил, satisfy, s. Вот удовлетворил и привлек, эти события зависят от двух некоторых величин абсолютно. Вот привлекательность документа и его удовлетворенность, да. Вот это вот некоторые присущие документу числа, которые не зависят от того, какие-то события происходят, не происходят. Но само событие привлек человека документ или удовлетворил ему, собственно, зависит от этих чисел. Ну, теперь, собственно, как пользователь у нас ходит. Он просматривает документы, опять же, сверху вниз. Если человек документа привлек, он туда кликает. Если он его удовлетворил, то он там остается. Если не удовлетворил, соответственно, у нас вот эта стрелочка, то он просматривает следующий документ. Понятная идея, да? Теперь, как это записать формально? Записываются формально эти условия. Тут их много, как бы, может показать сложную. На самом деле, практически все, что я сказал, записывается просто в таком формальном виде. Значит, смотрите, если человек просматривал и ту позицию, и документ понравился, привлек внимание, то это означает, что человек туда кликнет. Просто формально, да? Просмотрел, понравился, значит, будет клик. И обратное тоже верно. Если человек туда кликнул, это означает, что человек просмотрел этот документ, и он ему понравился, привлек. Это первое правило. Второе. Вероятность того, что человек документ привлечет, это, собственно, это АУ. Это внутренняя характеристика документа. Веренность того, что человеку документ понравится. Дальше. Веренность того, что человек удовлетворится документом, происходит в том, что он на него кликнул. Это как раз SU. Опять же такая удовлетворяемость документа. Человек туда пришел, и ему документ нравится. Если человек на документ не кликнул, то он не может им удовлетвориться. То есть не может быть такого, что человек туда не кликал, но ему априори нравится. То есть такое может быть с каким-то документом ВКонтакте. Человек знает, что он знает этот документ, он знает, что он хороший, но почему туда не кликнул? В нашей модели, если человек туда не кликает, то он удовлетвориться им не может. Далее. Если человек удовлетворился документом, это означает, что дальше следующий документ он не просматривает. Понятно, да? И наоборот. Фактически получается наоборот, что если человек кликнул на некий документ и дальше он ничего не просматривает, никуда не кликает, значит, он удовлетворился. Вот это, собственно, одно с другим как бы связано. Если человек дальше будет куда-то кликать дальше, это значит, что он им не удовлетворился. Теперь посложнее чуть-чуть. Вероятность того, что человек будет просматривать следующий документ, если предыдущий он смотрел, но он им не удовлетворился, это будет некоторая гамма. Фактически гамма означает, будет ли человек просматривать дальше выдачу, если документ ему не понравился. Человек, вообще говоря, может надоест смотреть выдачу. Вот он кликнул на первый документ, не понравилось. На второй документ кликнул, не понравилось. На пятый документ кликнул, не понравилось. Все ему надоело, и он ушел. Вот, если мы будем считать, что пятый документ, на который он кликнул, так как он кликнул на него последним, это означает, что он на нем остался, значит, он самый хороший, да? Мы можем ошибиться. Правильно? Потому что, может быть, просто ему надоело кликнуть по выдаче. Так вот, вот это вероятность того, Человек перейдет дальше, будет просматривать выдачу, если ему документ не понравился, равна гамма. Некоторому гамма. Ну и, собственно, если человек на нашу позицию не смотрел, то следующего он смотреть не будет. Это четкое следствие из каскадной модели. Человек не может смотреть десятую позицию, если он не посмотрел девятую позицию. Тоже в этой модели тоже учитывается. Теперь, что же нам нужно найти? Нам нужно найти некоторую релевантность. Релевантность, вот эту РУ, которую мы будем искать, это, собственно, вероятность того, что человек удовлетворится документом при условии того, что он на него посмотрел. Понятно, да? Удовлетворится при условии, что посмотрел. Это, опять же, мы довольно легко по формуле условной вероятности разворачиваем произведение вероятности того, что человек удовлетворится документом при условии того, что он на него кликнул. Умноженное на вероятность того, что человек кликнет на документ при условии того, что он на него посмотрел. Смотрим, что это означает вот здесь. Это означает, что вот этот вот член — это, собственно, СУ, а вот этот член — это, собственно, АУ. Правильно? Вот это вот по определению — это АИ. То есть это вот вероятность, что человек кликнет документ, потому что он на него посмотрел. Это есть привлекательность. Просто привлекательность, да? Это вероятность того, что человек, документ привлечет пользователя. Это АУ. Таким образом, чтобы найти релевантность, истинную релевантность, нам нужно найти два числа AU и SU. Первое число это будет привлекательность, второе это удовлетворяемость. Потом их перемножим, получим итоговую релевантность. Проблема здесь заключается в этом коэффициенте гамма. Если честно считать с этим коэффициентом гамма, то нам нужно применять Y-малгоритмы, и все довольно тяжело честно считать. Если посмотреть, как меняется качество этого алгоритма в зависимости от значения гамма, то принимаемое значение 0,4, у нас, соответственно, ошибка получается довольно большой. Если мы эту гамму будем увеличивать, то у нас ошибка будет падать. Идеальное значение гаммы это где-то 0,9. То есть, если человеку документ не понравился, то с вероятностью 90% он продолжит смотреть выдачу дальше. Понятно, да? Есть вероятность 10% того, что человек прекратит смотреть на выдачу. Если мы примем гамма, равный 1, то есть будем считать, что всегда, когда человеку документ не понравился, он продолжает смотреть на выдачу, то качество падает, но не сильно. Видите, вот здесь самый лучший 90%. Если единица, то она, конечно, похуже, но не драматична. Но зато, если мы примем гамма, равный 1, то наш алгоритм сильно упрощается. То есть теперь уже у нас нет вот этого некого странного гамма. Некоторая вероятность того, что после того, что пользователь кликнул документ, он, собственно, смотрит дальше выдачу. Теперь мы говорим, что человек всегда смотрит выдачу дальше, если он не удовлетворился предыдущим документом. И при этом условии, если гамма равно единице, считать все вот эти АУ, СУ становится очень просто. Собственно, как считать алгоритм? Алгоритм, опять же, может выглядеть довольно сложно. Что мы здесь, по сути, считаем? Такое на псевдоязыке. Мы перебираем все сессии. Мы с этого начинаем, что мы по запросу имеем много сессий. Помните? В каждой сессии у нас там есть какие-то клики, какие-то результаты. Замечательно. Теперь для всех документов У из каждой сессии. Вот есть сессия, да? Там есть какие-то клики. У нас есть последний клик на этот документ. Самый последний клик на этот документ. Это означает, что все документы до этого последнего человек точно видел. Да? Точно видел. А все документы после он точно не видел. Поэтому мы поставляем вот это некоторое значение А. Для этого документа увеличиваем. Для всех этих документов до последнего кликнутого. Дальше. Для всех документов У, которые кликнулись, мы увеличим вот это значение АУН. Вот здесь АУД было, да? А здесь АУН. Вот так они назвали. Неудачно, может быть. Вот это означает, сколько раз документ посмотрели, посмотрели. А вот это сколько раз на документ кликнули. Если на документ кликнули, вот на все документы, которые у нас есть в сессии, мы увеличим два значения. АУН и СУД. СУД это сколько раз, в общем-то, опять же, на документ, сколько раз им могли бы удовлетвориться фактически. Да? Вот на него кликнули, значит, могли бы удовлетвориться. Ну а дальше, собственно, тому документу, на который пришелся последний клик, мы увеличиваем счетчик удовлетворяемости. То есть вот это СН, это сколько раз документы удовлетворились. Итого у нас есть четыре числа. Для каждого документа у нас есть четыре числа. Сколько раз документ просматривали, сколько раз на документ кликали, они, кстати, равны вот эти вот два числа фактически, да? И сколько раз документам удовлетворялись. Фактически три числа, да? Если вот эти вот у нас будут равными считать. Дальше. Как посчитать привлекательность документа? Вот представьте себе, у нас есть три числа. Первое. Сколько раз документ видели, сколько раз на документ кликали, и сколько раз им удовлетворились. Как узнать привлекательность документа? Привлекательность это будет сколько раз кликнули, деленное на сколько раз видели. Вот кликали и видели. Если мы одно разделим на другое, мы получим привлекательность. То есть вероятность того, что если документ увидят, на него кликнут. Вот вам привлекательность, да? Так и считаем. Вот это AU, привлекательность, attractive. Это будет вероятность, сколько раз на него кликнули. Вот это AN. деленное на сколько раз его видели. Что вот это за коэффициенты альфа? Альфа и бета. Это коэффициенты для сглаживания всего-навсего. Когда у нас мало статистики, чтобы у нас не было каких-то там прям таких 1, 0 там, знаете. Просто коэффициенты сглаживания, когда мало статистики. А почему, кстати, 2? А не представляете, как у АПАСИ, как у АПАСИ, как у АПАСИ, как у АПАСИ. Почему 2? Где 2? Здесь вот? Здесь мы просто увеличим на одинаковое значение и числитель-изнаменатель. Азаменатель еще увеличил на какое-то значение. Еще больше, чем числитель. Их мы подбираем, да. Но они там какие-то простые, типа 1, 1, 2. Я точно не помню. Здесь не написано? Ну, в общем, они какие-то там прям такие простые. Но сглаживание мы просто подбираем, какой мы хотим, чтобы были числа, когда у нас мало статистики. Когда у нас там типа 1, 1 или 1, 2. Какими мы хотим, чтобы были эти числа? Чтобы они не были прям единица. Привлекательность единицы, когда у нас мало статистики. Мы хотим, чтобы она была, например, 0,75. И мы эти значения просто из этого подбираем. Соответственно, теперь привлекательность понятна. Количество кликов, деленное на количество просмотров. Просмотры мы здесь посчитали, клики мы здесь посчитали. Значит, мы знаем, чем равно ау, привлекательность. Теперь удовлетворяемость. Что такое удовлетворяемость? Это сколько раз документам удовлетворились, то есть дальше не стали кликать никуда. Деленное на количество кликов в этот документ. Соответственно, SU, удовлетворяемость, это сколько раз документам удовлетворились, вот здесь его посчитали, деленное на количество кликов этот документ, вот здесь вы его считали. Здесь коэффициент свои. Коэффициенты сглаживания есть свои. Ну да, здесь для удовлетворяемости свои можете подобрать коэффициенты. Можете такие же поставить. Все, 2 часа вы посчитали. То есть еще раз, для каждой сессии, проходите по всем сессиям, и для всех документов в этих сессиях считайте вот эти вот вещи. Для тех документов, которые просматривались, увеличивайте счетчики просмотра, а просматривали вы все документы до последнего клика. Так? Для тех документов, на которые были клики, вы увеличиваете счетчики кликов, и тот документ, который кликнулся фактически последним, значит им удовлетворились, увеличивайте для него счетчик удовлетворяемости. Понятно? 3 числа всего на всего нужно посчитать по каждой сессии. вопросы давайте здесь сразу чтобы у вас было понятно было вот эти их можешь забудь про них ты пока по сути это просто параметр для сглаживания для маленькой статистики чтобы когда у тебя один тут один и тут один у тебя не не было out равное ста процента чтобы тебя не было таких выбросов их не надо хоть их просто один раз подобрал используешь для всего всего куда там скажем они всегда там равны 111 для тебя специально пускай они не смущали понятно ли тебе как считается вот эти ау и с у по сессиям за все что у тебя есть запрос у нее есть то сессии сессия помнить что такое да выдача с кликами фактически вы проходитесь по всем сессиям берете каждую сессию там есть запрос урлы документы какие-то есть клики и вы начинаете по каждой сессии ходить и увеличивать эти счетчики для всех документов да для тех которые просмотрели для тех которые кликнули для тех для того которые удовлетворились вопрос такой вы кстати задавали что делать если пользователь кликает непоследовательно там сверху вниз а кликает как-то вот там 1 10 там опять 5 вот так вот перемешку что нам нужно изменить или вообще изменится что-то помогали как нам нужно посчитать смотрите берем первый цикл в первом цикле мы хотим увеличить всем документам на которые пользователи смотрел да мы хотим увеличить счетчик что пользователь их просмотрел если мы будем его вести до последнего клика последний клик может быть там за во второй документ а предпоследний клик может быть там в пятый документ тогда получится мы поставим что человек смотрел только первый второй документ а то что он смотрел 5 мы не просто что нужно поменять чтобы все было корректно совершенно верно мы здесь им не до последнего клика до самого максимального это все что нужно поменять что Что касается удовлетворяемости? Удовлетворяемость мы должны здесь считать у самого максимального или у последнего? У последнего, совершенно верно. Единственное, что меняется, это меняется цикл для тех документов, где мы считаем, что человек просматривал их. Если мы его будем ввести до последнего клика, мы можем ошибиться. Если мы будем ввести до максимального клика, а это корректно, пользователь сделал клик на пятой позиции, значит, он все просмотрел позиции. То, соответственно, алгоритм становится корректным. То, что у нас человек удовлетворится документом, который не на самой нижней позиции, это нормально. Но он просмотрел его, ему сначала не понравилось, а потом он на него кликнул, он ему понравился. Ну окей, никакого противоречия. Это вот как обработать ситуацию, когда у нас эти клики идут не в правильном порядке. Замечательно. Значит, поняли, как считать АУ, СУ, релевантность, это произведение этих двух величин. Если посмотреть, качество вот этого алгоритма, DBM, какая у нас ошибка, она оказывается самой минимальной, при этом она не портится количеством сессий. Многие алгоритмы, когда у нас сессий очень много берем, их начинает в разнос идти, потому что появляется много маргинальных всяких документов, которые один раз видели. А здесь в сессии имеется что в виду? На которых вы лидируете или на которых обучаете? На которых мы собираем статистику. Обучаемся, считай. Обучаемся, да. То есть мы берем обучаемся, в первой сессии. Да, да, да. Она, соответственно, лучше, чем каскадная. Но каскадные, видите, каскадные DBM, они похожи, потому что каскадные, он считает, правда, привлекательность именно без удовлетворяемости. Но фактически вот эту AU мы-то берем из каскадной модели. Они в некотором смысле коррелируют в любом случае. Но в DBM, если так мы еще учитываем удовлетворяемость, то это, конечно, лучше. А вот эти все модели examination, которые мы рассматривали, они вот все там ухудшаются. Какие есть... А, да, да, рассмотрим теперь, как, собственно, поменялось наш пример с Nissan. Смотрите, что у нас теперь есть? Nissan.ru. У нас есть привлекательность. У нас есть удовлетворяемость просто по считанным числам. У нас есть, собственно, значение DBM вот этого. Наши Navigy, оказывается, у них, у Nissan.ru 0.56, Nissan UA 0.61, Nissan KZ не сильно высокая 0.36. Вот 61.56 — это хорошо. У дилера Major Genser 53.44. Тоже не сильно друг от друга отличаются. У Wikipedia, опять же, плохой. У дилеров, опять же, плохой. Картинки здесь, кстати, получаются не такими плохими. А вот Wikipedia и список дилеров, они, конечно, получаются совсем плохими. На практике вот этот алгоритм DBM и вот этот вот, вот этот результат, он лучше всего коррелирует с истинной условной релевантностью документов. Вот все остальные, там, CTR, baseline, GRE, там, какие мы там еще рассматривали, да, они там хороши в своем роде, да, они каким-то образом там объясняют поведение пользователя, но вот этот вот DBM у нас, он как бы дает самый лучший сигнал в аранжированию о качестве документа. Почему KZ тогда выпадает? Почему KZ тогда выпадает? KZ показывается вместе с Nissan Blue, как правило. И он, оказывается, что, ну, там, Nissan Blue будет лучше, чем там на KZ. Ну, то есть это именно из-за того, что мы не учитывали, вы уговорили регион, то есть мы берем всех пользователей? Не, ну, там в регионе, там, скорее всего, Казахстан, просто там есть что-то другое. Ну, я не знаю, на смысле, как там… То есть из-за того, что мы взяли именно всех пользователей? Ну, да, здесь я как бы суммарную затечку. Можно по региону там так уже сделать, это вообще не вопрос. Тоже примеры запроса погода в регионе Санкт-Петербурга, например. Вот у него вот эта гесметия именно из Петербурга имеет релевантность 0,71. Вот этот подмес вот этой вот погоды имеет релевантность 0,29. То есть фактически низкую, но он, в общем-то, не для кликов. Кликают на него мало, привлекательность всего 36%. Хотя, если кликнули, то удовлетворяемость 86%. Поэтому всего получается 0,3 примерно. А вот какая-нибудь Википедия климат, да, вот зачем-то показали Википедию климат, вообще не нужна, 0,01, что логично. Или там погода в Киеве 0,03. Опять же, по запросу погода именно из Санкт-Петербурга не нужна. Если бы мы посмотрели погоду там из Киева, то наоборот, вот это имело бы высокую релевантность, а это бы имело низкую. Это прикольно, да? То есть вы, опять же, не имея контента, просто по статистике запроса вы можете даже гео ранжирование сделать. Не просто там отдать лучшие документы, а еще в зависимости от гео. Запрос Ягуар. Как он выглядит? Опять же, многозначный запрос, да? Картинки с животными. Здесь официальный дилер Ягуар, здесь опять же про животных, а здесь что-то модельный ряд, ну, машина-машина-животные. Какой более релевантный будет? Оказывается, Ягуар, этот Ягуар, где они там, вот этот ком.ru, да, и Ягуар.ru. Как бы два разных сайта, в общем, все там какие-то официальные. Этот ком просто, а этот просто российский. Значит, Ягуар.ru, привлекательность 34, это 28, а в Википедии 54, привлекательность. Удовлетворяемость у всех, в общем-то, более-менее большая. А итоговая получается 0,3, 0,25, 0,48, 0,34. Да, еще есть подмес картинок, собственно, у него привлекательность 36%, удовлетворяемость 90%. Смотрите, что получается. Удовлетворяемость у всех высокая. У автомобиля, у животного, здесь у картинок. А привлекательность у всех не очень высокая, разве что в Википедии еще более-менее. Получается, что человек, который приходит с намерением, там, машиной, он портит статистику для картинок, там, с животными, да, и для Википедии. Человек, который приходит что-то про животное узнать, он портит статистику автомобиля. В итоге релевантность всех документов довольно низкая. Вот, казалось бы, у нас Ягуар, Ягуар.ru, да, для автомобилей, это прям вот навиги, туда надо кликать. А у них, получается, 0,3, 0,25. Плохо. Википедия могла бы иметь тоже побольше, а имеет всего 0,48. То есть, хотя там она сильно удовлетворяется, и вообще привлекательность у нее тоже вроде бы неплохая. Вот этот вот алгоритм DBN, он обладает таким недостатком, что многозначные запросы, многоинтентные запросы, у них оказывается у всех разных документов релевантность невысокая. То есть, они фактически, разные интенты друг другу портят статистику. В отличие от GRE, которым как раз вот эта вот многоинтентность хорошо учитывается. Поэтому для запросов мультиинтентных GRE лучше коррелирует с поведением пользователя, чем вот этот DBN. Понятна идея? А почему, кстати, они забивают? Почему так получается, что человек с другим интентом, с интентом там животных посмотреть, он портит статистику для автомобиля? Понятно почему? Почему? Он кликает вот сюда, да, а мы вот этому документу увеличиваем счетчик просмотров, но кликов не увеличиваем. Получается, что мы как бы говорим, что этот документ не привлекательен для пользователя. Таким образом у него уменьшается привлекательность, хотя человеку как бы он и не нужен, он хотел животных. А тот, кому нужны автомобили, ему как раз нужны автомобили, ему не нужны животные. И он, в свою очередь, уменьшает привлекательность картинок для животных. Да, то есть если Егор стоит вторым на машине, то он по вашей модели даже не посмотрит. Не посмотрит, да. В принципе, для документов есть еще тоже такой сайд-эффект. Для документов, которые стоят на первой позиции, получается, что мы всегда их смотрим, у них уменьшается привлекательность просто потому, что на них могут не кликать, а это для нас будет означать, что мы их просмотрели и не кликнули. С другой стороны, документ на десятой позиции, его невозможно просмотреть мимо. Ну, почти невозможно. Можно посмотреть на него, кликнуть на него, но тогда у него получится клик. Ну, в общем, как бы просмотреть так, что не кликнули, а потом кликнули на пятую позицию, так не ищешь. На десятой позиции тоже документы, у них привлекательность может быть высокая. Но другой вопрос, что на десятой позиции мало кто вообще доходит, как бы мало кликов в принципе туда на десятую позицию. Поэтому всякие такие эффекты есть у этого DBN, поэтому надо про них знать. Окей. Какие еще проблемы, значит? Я уже говорил, что есть проблемы с многозначными запросами. Есть проблема в целом, проблема в поведении пользователей сейчас возникает в других моделях. Это проблема с всякими порно-запросами или любыми другими документами, когда у вас среди обычной выдачи появляется что-то такое странное, куда хочется кликнуть. Вот оно может быть совершенно нерелевантно запросу, но оно именно привлекательное для пользователей. Либо что-то красивое, либо что-то там наоборот битое. Вот почему-то пользователь хочет кликать. И вот такие документы набирают клики. Такие неестественные, неправильные клики. С этим тоже можно как-то бороться. Дальше. Если у нас все документы, все 10 документов, они все плохие. Как нам это понять? Вот DBN этого не поймет, потому что вы в любом случае куда-то кликните. Сессии без кликов, как вы помните, мы убираем, мы их не рассматриваем, да? Соответственно, если у нас есть сессия с кликом, то у нас все равно какие-то документы будут получать высокие релевантности. Хотя на самом деле они все могут быть нерелевантны. Опять же, если человек ввел запрос, там, например, никуда не кликнул, или кликнул куда-то, но потом запрос переформулировал, то есть фактически он не удовлетворился последним результатом, он пошел, ввел следующий запрос и там начал кликать. Например, он там ищет билеты в Москву, не знаю, не нашел нужного результата, написал билеты на самолет в Москву, не нашел нужного результата, написал там билеты, там, откуда-то из Киева в Москву, да? И вот, наконец, нашел нужный результат. Вот как нам учесть все вот эти вот несколько сессий, что он на самом деле кликал-то в эти сессии не как в законченной, а как вот некоторую часть своей деятельности, да? Суть в том, что они могут быть уже закончены. Да, вот нам надо как-то это учесть. И можно, в принципе, делать расширение этого DBN, который будет нам именно считать не внутри одной сессии вот эти метрики, а внутри объединенных сессий, когда мы точно знаем, что человек видел несколько выдач, по ним по всем кликал, и вот они являются такой единой законченной сессией, одной такой большой мета-сессией. Ну, тут главный вопрос, как объединять эти запросы в сессию, в длинную сессию, как их объединять правильно. Потому что, может, он что-то искал, но он написал… Ну, можно, но как ты поймешь, что человек, как бы, уточнил запрос, а не ввел там запрос ВКонтакте и вообще про другое спросил. Тут искал билеты, а тут… То есть все вопросы, которые попадут нам в какой-то, ну, окрестность… Чего? Времени? Нет, именно по каким-то тематическим… Тематическим, ну, по-тупому, конечно, там, типа, как Левенштейн, там, и вообще является под строкой там один запрос другого. По-тупому можем. Мы делаем по-тупому, на самом деле. И вот если человек, один запрос является по запросам другого, то мы считаем, что это вот уточнение некоторое, мы их объединяем. Поэтому дело считаем такой вот этот вот DBN… Так, все, человека понесло, я понял, да. Это все правда-то. Отдельная задача или проблема, в общем, с этой моделью, с другими поведенческими моделями — это со сдваженной информацией. Вот так как поведенческие факторы довольно важные, да, но они есть не у всех документов, тем более они есть не у всех запросов. Есть целый пласт запросов, там, по-моему, 30% постоянно идет в поиск запросов, низкочастотки, по которой нету статистики, нету вообще вот… Не такой запрос первый раз в поиск пришел. Естественно, по нему мы ничего не знаем про документы, потому что по этому запросу в документы вообще еще никто не кликал. Что же делать? Здесь применяется… нужно применять какое-то сглаживание, то есть размазывание информации по тем запросам, по которым мы знаем что-то, на другие запросы. Например, у нас есть запрос там Q1, и мы знаем некоторую информацию для документа D1, D2, и есть запрос Q2. Там мы знаем какую-то информацию, статистику по документу D2. Вопрос. Мы можем как-то узнать, сгладить как-то, что-то узнать про то, как соотносится запрос Q2 и документ D1? Мы вот знаем, как этот документ D1 через запрос Q1 соотносится с документом D2, да? И вот нам теперь нужно узнать, как они соотносятся с запросом Q2. Вот такое сглаживание как бы сделать. Какую-то модель берем и делаем. Да, там какую-то модель берем и делаем. В принципе, там есть много разных моделей, дальше можно их рассматривать, но я не буду. В слайдах там, кстати, есть, так что можно дальше рассмотреть. А я перейду, собственно, от моделей, которые мы использовали для того, чтобы посчитать релевантность документа к некоторому запросу, к другим алгоритмам, которые считают некоторую статическую популярность, что ли, или некоторую такую авторитетность страницы. И, собственно, метрика называется ClickRank. Использует она уже не наши сессии, а логи счетчиков, собственно, там, где мы просто знаем, где человек ходит по интернету, да? Вот мы знаем, где человек ходит по интернету. Вот из таких вот логов. Некоторые URL, время там и так далее. Вот прям как он ходил по интернету. Из его хождения по интернету мы можем сделать такой граф переходов. Он очень похож на граф ссылок, потому что человек обычно ходит по ссылкам, да, в интернете. Но при этом, в отличие от графа ссылок, где у нас статические просто линки стоят, по каким-то человек может ходить, по каким-то может не ходить. Здесь мы все-таки знаем, как человек именно переходил, как он ходил в интернете. С одной страницы на другую и сколько раз. Вот имея этот граф, мы можем посчитать некоторый пейдж-ранг, но уже не на ссылочном алгоритме графе, а на таком графе переходов. И фактически получим уже настоящую, более приближенную к рядности вероятность того, что человек посетил данную страницу. Да, потому что у нас уже вероятности не какие-то там условные по ссылкам, по которым мы не знаем, как человек ходит и которые у нас равнозначные сайты, а уже мы знаем конкретную вероятность, конкретное значение в этих ребрах. Поэтому значение вот этого пейдж-ранга, соответствующее значение, получится более качественное что ли, более такое адекватное. И он удовлетворился и переставит это все расти. Сейчас какой запрос, где запрос? Для чего он лезет? Для того, чтобы посчитать? Здесь у нас уже нет запроса. Для чего? Здесь есть граф перехода пользователя в интернете. Человек в интернете. Сайты заходят, куда там страницы переходят. И мы знаем, как он переходит. Теперь мы для каждого документа пытаемся понять, насколько этот документ авторитетен. Как в пейдж-ранге. В пейдж-ранге считаешь, насколько каждый документ авторитетен. Здесь мы считаем тоже такой пейдж-ранг, только считаем его уже на графе переходов именно. Таким образом, получаем некоторое значение клик-ранг. Его используем в качестве статического, никак не связанного с запросом. Он с запросом не связан. Мы просто знаем, как посещаемые страницы. Мы знаем, что эту страницу посетили за год миллион человек, а вот эту страницу 10 человек. Зачем он сохранит? Люди, когда можно просто в степени его группы расширить и сохранить? В смысле, а как ты будешь считать пейдж-ранг, который тебе распространяет? Я посещаю, как в топлевру, там поставлю счетчик. В частности, у тебя получится просто насколько страница посещаема. Ну да. А это же не посещаемая страница. Это же, по сути, вероятность того, что человек у тебя по вот таким переходам, твоя страница окажется посещаемой вот в этой графике. В принципе, ввиду, раскрутить обратно, посмотреть и где-нибудь. Ну, можно сказать, что и так, да. Посещаемость у тебя, это отдельная история. Просто посещаемость как бы сохраняешь, это там полезная, клевая вещь. Посещаемость суммарная, сколько уников там пришло. Это все, тут даже вопросов нет. А вот если почитать по вот этому графу именно переходов пользователя, вот эта вот вещь, пейдж-ранг фактически, мы получим некоторое значение уже по графу переходов. Тоже довольно полезно. Чем она отличается? Пейдж-ранг от посещаемости? Пейдж-ранг? Что он себе несет? То есть он несет в каких-то страницах, правильно? Или как? Ну, фактически, да. У тебя есть знание не просто посещаемость, а насколько авторитетно была та страница, с которой он пришел посещать твою страницу. Вот как бы такой сигнал. Дальше есть такой ранг, который называется Browse-ранг. В чем смысл Browse-ранга? Мы все переходы пользователя, ну вот все события как бы перехода в интернет пользователя, а это собственно кука его, ну а идишник этого пользователя фактически время перехода, url, реферер, с какого документа человек пришел на наш документ, да? Ну и какие там атрибуты еще могут быть. Мы собираем все вот эти события для одного пользователя и объединяем их в одну некоторую такую сессию. Еще одна как бы сессия, да? Что у нас здесь получается? Мы соединяем наш url с реферером. И таким образом мы четко понимаем, как пользователь прям ходил вот с этого url на этот url, с этого url на этот url и так далее. Рассматривая эту сессию, мы будем знать, сколько времени человек проводил на каждом документе, да? Так как мы знаем время перехода, времена перехода. Ну и собственно в принципе мы говорим, что если там больше 30 минут у нас он не переходил, то мы считаем все, он там остался, как бы и дальше начинаем новую сессию. То есть нарезаем такими кусками. Вот по вот этой вот сессии мы можем посчитать некоторое такое значение, ну вообще можем посчитать много значений. Среднее там число событий в сессии, например. Вообще для всех людей. Вот у нас оказывается 9 переходов, как бы в среднем сессии. Средняя продолжительность сессии. 420 секунд, например, оказывается там. Ну и так далее. Среднее там число сессий на пользователю в день. 15. В среднем пользователь в сессии, в среднем в каждой пользователе делает 15 таких сессий в день. Поисковых сессий, например, делает там вот 5 процентов. Именно в поиске он что-то набивает, какой-то запрос, а потом собственно куда-то переходит. Понятно? Ну и вот собственно число сессий, оно вот таким образом спадает. То есть число людей, у которых сессий там больше тысячи, их крайне мало. А число людей, у которых там одну сессию, их вот там 10 в восьмой. Вот такое в логографической шкале вот такой вот спад наблюдается. Понятно? Я правильно понимаю, что это считается логией только вот для тех сайтов, на котором стоят счетчики? Совершенно верно. Это не минус этого, этого вещи. Потому что если пользователь пришел на сайт, на котором есть счетчик, потом пошел на сайт, на котором нет счетчик, потом опять на сайт, на котором есть счетчик, у нас здесь будет разрыв. Мы не будем об этом знать. Ну то есть мы его не сможем отличить от того, что он говорил на этот сайт, что ты говоришь? Ну да, но для тебя это будет выглядеть. Он пришел на этот сайт, потом пришел на этот сайт. То есть это такой реферал? Ну ты не будешь знать, что он как бы прям вот путь продолжится, если он будет разрыв. Да, реферит, как бы ты конечно реферит и знаешь. Но мы уже отличим, что он не проводился. Ну да, 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 да. Ты как бы поймешь, что он уже куда-то перешел дальше, но в какое время и как бы вот как он по ссылке пришел, ты не знаешь. Поэтому, да. А какой интерес владельцам сайтов ставить счетчики? Они знают посещаемость своих сайтов. Ну там нет, я имею в виду, что счетчики от разных компаний. Ну у всех разные сервис, там они разную информацию узнаешь. Ну там просто разный кабинет, там разная статистика могут идти считать по-разному. Кто-то там live-интернет ставит, кто-то там top-mall.ru ставит, там языки там есть, там всякие другие счетчики гугловые, там всякие счетчики. Скорее всего рынок получается делится за там, сколько у кого-то счетчики там на предной компании за счетчики? Нет, ты можешь сразу несколько поставить. Нет, ну у кого-то несколько сразу. Да. Получается вот эти пробелы тем больше, чем меньше. Ну фактически да. Если у тебя есть логи со всех счетчиков, то ты там много чего покроешь. Ну лучше всего, например, все-таки брать логи не счетчиков, а, например, вот берешь свой браузер и логируешь все переходы в этом браузере, независимо от счетчика. Так, например, Google делает. Так в хроме, да? Ну вот, конечно. Google понимает, где вы ходите, вот без всяких разрывов, да? Где вы ходите, что вы делаете. Так делает Яндекс, выпуская свой браузер, да? Раньше это были расширения, просто пулбары, но потом куча браузеров запрещали расширение, поэтому теперь нужно выпускать свой браузер. Так делаем мы, выпуская Amiga там, например, да? Который тоже знает, ну и так далее. Ну правда там благородные цели, там типа посылаешь статистику о том, куда пришел пользователь для того, чтобы узнать, есть ли у этого статистики, у этого документа лайки в моем мире, чтобы отобразить эти лайки. Так что все честно. Вам же нужно узнать, есть ли у этого документа лайки в моем мире? Нужно знать? Вот, и вам напишут, типа, у него там три лайка. Крутяк. Но мы, естественно, так как этот запрос пошел на сервак, мы это можем сохранить, да? И это потом использовать, понимая, что пользователи, в принципе, ходят на эти сайты, и они какие-то популярные, да? Вот считать все эти метоки. Как считается BrowseRank? BrowseRank зависит от двух, от двух фактически таких, ну, членов. Первый — это время просмотра страницы, т.д. Он здесь присутствует. Второй — это время загрузки страницы. То есть там, типа, если страница грузится долго, то это плохо. Вот она вот так вот по экспоненте прям убывает. Ну и фактически вот эта вот просто формула, которую мы вставим в это время, получаем некоторые BrowseRank просмотра страницы. Теперь как меняется, как меняется топ страниц, если мы начинаем учитывать, сравнивать PageRank, BrowseRank и вот этот ClickRank. Вот по PageRank у нас оказывается на первом месте, ну, правда, уже не сильно прям актуальная, конечно, статья там, да? Но по факту здесь получается на первом месте Adobe.com по PageRank. Почему? Да, есть Flash Player. На куче сайтов стоит ссылка на Flash Player, типа, скачайте, если у вас там не работает. Ссылка стоит. Сколько человек походит по этой ссылке? Все, у кого нет Flash Player. То есть почти никто. Поэтому вот этот Adobe… Ну, это ладно, да. Ну, по факту получается. В смысле PageRank у нас получается сайт очень крутой, да? В смысле там BrowseRank, то есть или там ClickRank, собственно там, где пользователь реально ходит. Адоба там, по-моему, вообще нету, да? Нету вообще в топе. Потому что да, реально не ходит. В том как бы сильно отличие. Ну, в целом получается, что здесь у нас получается MySpace, да? Сейчас это уже Facebook, наверное. Уже победили. Facebook здесь пока здесь был. Ну и так далее. WordPress опять же. Почему он здесь? Да, много сайтов на него делал, много ссылок на него идет. Соответственно вот это, там что-то у нас еще интересного есть. Microsoft здесь появляется. Короче, много сайтов, просто на которые идут ссылки именно. На них могут вообще не переходить. А здесь как раз много сайтов, на которых сидят пользователи. Там социальные сети, там поисковики, там и так далее. Поэтому вот эти вот метрики поведенческие, они лучше отображают авторитетность сайтов, чем PageRank, который чисто по ссылкам построен. Понятно? Окей. Ну и теперь развлекаловка на конец фактически. А вот такой странный вопрос. Давай. В принципе, если получается манипулировать ссылками, то есть по сути можно поставить ссылок, почему нельзя купить роботов, которые будут просто посещать свой сайт там? Ну, роботов. Ну, ровно потому что роботов, именно роботов. Либо ты делаешь… Ну, например, клиент Гарбраузера, который будет, ну, через каждые там полсекунды и разобрать на новый сайт. Вот. Ровно потому что отсечь роботов – это несложно. Написать хитрого робота… Вы как раз дешевле, там, не знаю, покупать там пользователей реальных, чтобы тебе сделали там тысячи там каких-то кликов, чтобы тебе просто реальные пользователи делали. Ну, и как бы делают… Ты можешь не только клики покупать, ты можешь покупать клики пользователей живых, пользователей вперед. Есть, кстати, целые эти фирмы, как сайты там, которые это делают. Для того чтобы твой накликали, ты должен чужой накликать. Вперед. Вот. С этим надо бороться. Еще один источник информации о поведении пользователей, о том, как вот, как себя ведет пользователь, который иногда используется, а вообще довольно полезно может быть, это, собственно, айтрекинг. В чем заключается идея? Давайте посмотрим на то, куда реально смотрят пользователи в нашем продукте. Да? И, соответственно, там, где он глаз взгляд фокусирует, это вот у нас кружочки, там, где он взгляд перемещает, это вот там линия. Да? И мы можем четко понять, вот как человек читает текст, например. Да? Вот где он фокусирует свой взгляд, как он переводит, как он его переводит. Соответственно, там куча можно найти, там, примеров, исследований, как вот есть. Вот, например, как смотрят на картинку, вот эту картинку, мужчины и женщины. Здесь тепловая карта, куда смотрят мужчины, куда смотрят женщины. В чем разница? Женщины чаще обращают внимание на детали. Что там вот где-то вдали, там, какой-то кораблик там показался. Ну, так получается, не знаю почему. Психологи, наверное, разбираться. Да, мужчинам видно пофиг, увидели и хорошо. Дальше картинка тоже. Что интересует мужчин и женщин, да? Вот. Какой вывод отсюда сделать, я не знаю. Опять же, психологи, наверное, должны сделать. В смысле полезности для IT. Где полезность для IT? Смотрите, как расположены ваши элементы на сайте. Причем это может показаться странным. Вообще там заказать айтрекинг, исследование в целом недешево, да? То есть вот так просто студент, наверное, там не закажет. Там несколько тысяч долларов будет стоить. А если у вас есть сайт, который там вот что-то продается на нем, например, да? Интернет-магазин какой-то. Или где-то просто реклама стоит. Вот расположение и то, как выглядит реклама, вам может показаться, что прямо она в идеальном месте стоит. А когда вы заказываете исследование какое-то, оказывается, что в какие-то элементы пользователи смотрят прям очень хорошо, прям просматривают, а какие-то совсем не просматривают. И вот ваша реклама может оказаться в таком элементе, который вообще не виден почему-то пользователям. Вы его переставляете туда, куда пользователь смотрит, или делаете его более заметным, и у вас там деньги увеличиваются там в несколько раз. И все ваши расходы на это дело, они окупаются. Стандартный пример про то, как вам правильно располагать это самое, заполнение анкеты. Да, вот как пользователь смотрит здесь, а как пользователь смотрит здесь. Где больше места и как пользователю удобно посмотреть. Вот это вот в дизайне вообще считается более правильный способ заполнения вот анкеты там или при регистрации, или как когда угодно. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok